Сражаясь на стороне победителей, Державин вышел из борьбы, побежденный. Это была, пожалуй, самая веселая пора Екатеринского царствования. Минувшие войны были победоносны, значение России возрастало, осыпанное милостью медворянства приходило в себя после ужасов Пугачевщины, даже царской семье, казалось, расцветал мир, а вдовевший великий князь вцепил в новый брак, и вторая супруга на время сблизила его с матерью. Двор и Петербург жили занятной кипучей жизнью, в которой великолепие мешалось с убожеством, изысканной с грубостью. Шестерка лошадей на силу вытаскивала золоченую карету из уличной грязи. Фрейлины разыгрывали-постарали на эрмитажных собраниях, случалось, что после того и стекли. Вельможи собирали картины, бронзу, фарфор, отвешивали друг другу версальские поклоны и обменивали соплеухами. Императрица переписывалась с гриммом. Митрофан Простаков не хотел учиться, хотел жениться. Вест, фараон и Макао процветали везде, от дворца до лачу. Полученные земли Державин заложил в банки. Это не обеспечивало его будущности, но вместе с карточной игрой давало возможность существовать пристойно в ожидании лучшего. Найти службу значило прежде всего найти приятелей. Державин стал возобновлять было и знакомства, и искать новых. Служба должна была быть штатская. Мундиры вокруг Державина постепенно сменялись бархатными кафтанами. Трудная молодость сделала его отчасти скрытным и замкнутым, тем вместе он умел быть приятным. У Алексея Петровича Мельгунова на Мельгуновском тенистом острове, в том, что впоследствии перешел к Елагину, обергофмейстеру, на пикниках, среди умной и просвещенной беседы он был занимательным. Масоны из Мельгуновских друзей звали его в свою ложу, но он воздержался. Он был свой человек и на пышных першествах князя Мещерского с генералом Перфильевым. И среди людей не столь знатность, там, где попросту пенивалась старая серебряная кружка, налитая пополам русским и английским пивом. Пиво сыпались гринки и лимонные корки. Женщины, чаще всего доступные участницы холостых пирушек, находили в нем предприимчивого и веселого поклонника. Между возлюбленными, как между винами, не имел он особых пристрастий, любил всех равно. Вот красно-розовое вино, за здравие выпьем жен румяна. Как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем устья багряна. Ты тоже румяна хороша, и поцелуем душа. Год черно-синцевого вино, за здравие выпьем сернобровый. Как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем устья беловых. Ты тоже смуглянка хороша, так поцелуй мне душа. Год злато-кипорское вино, за здравие выпьем светловласый. Как сердцу сладостно оно, нам с поцелуем устья прекрасных. Ты тоже белянка хороша, так поцелуй мне душа. Братья Окуневы, у которых пять лет тому назад, выйдя в прапорщике, приобрел он в долг первую свою карету, теперь ввели его в дом князя Вязельского. Это было знакомство особой важности. Князь Александр Алексеевич был Андреевский кавалер и генерал-прокурор Сената, то есть приблизительно совмещал должности министра финансов, внутренних дел и юстиции. Возвышением он обязан был своей глупости. Поручая ему введение важных дел, Екатерина могла быть спокойна, что никому не придет в голову приписывать Вязельскому ее собственные заслуги. Впрочем, рекомендованный государыней еще Орловыми, Вязельский умел быть отличным служакой. Угождая государыне, не забывал и себя, то есть воровал, но в мир. Был неразборчив в средствах и деятелен, потому что зависел. Он жил на Малой Садовой в собственном доме, где, кстати, помещалась и тайная канцелярия. Иногда он лично присутствовал при допросе. Никто его не любил, но все у него бывали. Как не бывать у генерал-прокурора? Ему было пятьдесят лет. Жена его, урожденная княжна Трубецкая, была значительно моложе своего супруга и старалась придать дому некоторую приятность. Ища покровительство Вязельских, Державин постановил их очаровать и скоро того достиг. Он стал проводить у них целые дни, сделал со своим человеком. Иногда читал князю слух, большую частью романы, за которыми нередко и чтец, и слушатель дремает. Вязельский, потому что именно так и смотрел на литературу, как на снотворное средство. А Державин — поврожденной сонливости. При всей кипучести своего характера он обладал странным свойством. Порою даже среди оживленной беседы внезапно его охватывал сон. Вечерами играли в битвы. Эта игра не давала из Державин. К счастью, в то время, как другие вельможи игрывали на бриллианты, терпая их из шкатулки ложкой, у Вязельских игра шла по самой маленькой. Хозяин дома был скид. Что касается княгини, то Державин порой сочинял от ее имени стихи, обращенные к супругу. Хотя насчет ее страсти и привязанности к нему не весьма справедливые, ибо они знали модное искусство давать друг другу свободу. Княгиня была к Державину столь благосклонна, что даже хотела выдать за него свою двоюродную сестру, княжну Урусову, славную стихотворецу того времени. Но Державин отшустил. Княжна так и осталась старой девушкой. После всего этого не покажется удивительным, что лето 1777 года Державин провел в имении Вязельских под Петербургом. Наконец, в августе месяце открылась в Сенате вакансия, и Державин назначен был экзекутором первого департамента государственных доходов. Должность была довольно видная, но требовала немалых труду. Отношения с сослуживцами тотчас сложились отличные. Главным начальником был князь Вязинский, а ближайшим и непосредственным — оберпрокурор первого департамента Рязанов, со всей семьей которого Державин давно был в дружеских отношениях. Точно так же он и раньше знаком был, а теперь и сошелся короче, с оберсекретарем Александром Васильевичем Харповицем. Это был толстый, веселый человек, нелишенный лукавства, любивший наблюдать молча, но умевший порой сказать словцо острое и проницательное. В юности подавал он поэтические надежды, но лиру почти забросил, однако усердно вписывал в особую книгу вольные стихи, написанные другими. Вообще любил собирать документы, записки, письма, вел дневники, в нем дремал и ссорик. Осип Петрович Козадавлев, такой же экзекутор, как и Державин, но во втором департаменте, был умом куда проще. Но в свое время учился в Лейпцигском университете, переводил с немецкого и сам баловался стишками. Впрочем, кто ими не баловался? Очень был юркий и обязательный человек. Вскоре после начала их знакомства, 30 августа, в день Александра Невского, Державин был приглашен к Козадавлеву смотреть из окна крестный ход. Были и другие гости, среди которых одна девица особенно привлекала внимание. Было ей лет семнадцать, черные, как смоль волосы, острые с легкой горбинкой нос, из-под черных бровей огненные глаза на несколько бледном, словно нерусском, слегка бродзовато-оливковом лице. Все изумило Державина. Она была с матерью. Державин осведомился о фамилии. Боседоновый был ответ. Державин уехал. Смуглая красавица не выходила у него из памяти. Зимой он встретил ее в театре, и вновь она поразила его. Двадцать третьего февраля, на масляной неделе в пятницу, младший из братьев Окуневых, быв на конском бегу, из-за чего-то поссорился с Храповицким. Дошло до того, что они ударили друг друга хлыстиками и порешили быть поединкой. Храповицкий объявил своим секундантом младшего сенатского секретаря Александра Семеновича Хвостова. Хвостов писал в степи, и двадцатилетний братец, его двоюродный Дмитрий Иванович, тоже писал, да так плохо, что уж тогда смеялись. Окунев же прискакал к Державину, в свою очередь прося быть секундантом. Державину эта просьба не улыбалась. Он боялся испортить отношения с Храповицким. Как бы? Он дал Окуневу согласие, но при условии, что наперед посоветуется с Рязановым. Если Рязанов не посмотрит косо, Державин будет секундантом. В противном же случае вместо себя приведет Гасвицкого, того самого офицера, которого некогда в Москве пас от шулеров. Согласие Гасвицкого он не сомневал. На том и порешили. Державин поехал к Рязанову, но не застал дома. Сказали, что он на Васильевском острове у Герольдмейстера Тридьяковского на блинах. Это был Лев Васильевич Тридьяковский, сын покойного поэта. Делать нечего, отправился Державин на Васильевский остров. Наступил уже вечер. Обед кончился, гости разъезжались. За порушенный снегом Державин сбежал в переднюю. Там, возле матери, в ожидании своей кареты, стояла она. Встреча была мгновенная. Через минуту красавицы уже не было, но после того с Рязановым говорил Державин торопливо и бестолково. То о дуэли, то о девице Баскедонова. Вдруг объявил, что готов жениться. Рязанов смеялся, не понимая, шутит он или говорит правду. От секундарства советовал по возможности уклониться, напомнив, что Храповицкий любимец Вязинского. Тогда Державин поехал звать Гасвистского, но и того не застал. Все еще думая о черноокой девице, оставил записку, изложил дело, сообщил, что дуэль состоится завтра в каком-то часу в лесу под Екатерингофом. Просил приехать. Потом, наконец, вернулся домой, велел подать свечи, припомнил весь этот странный и суетливый день и уснул влюбленный без поворот. Субботу поутру, не имея ответа от Гасвистского, пришлось Державину ехать в Екатерингоф. Там все уже были в сборе. Направились к лесу. По дороге Державин старался примирить противников, и это ему легко удалось, ибо отважными забияками они не были. Пока добрались до назначенного места, враги уже целовали. Хвостов, однако, сказал, что должно бы им хоть для вида поцарапаться, чтобы не было стыдно, Державин возразил. Если противники помирились без боя, никакого в том стыда нет. Хвостов начал спорить. Державин вспылил, и слово за слово дошло до того, что горячие секунданты схватились за оружие. По пояс в снегу они уже обнажили шпаги и стали в позитуру. В это самое мгновение весь красный от спешки от того, что был прямо из бани, явился Гасвицкой. Бросившись между Державиным и Хвостовым, он пресек битву. Тогда с этой компанией отправились в трактир, выпили кто чаю, кто пушу, и отпраздновали общее примирение. Меж тем красавица все предносилось в воображение Державиным. Едучи домой с Гасвицким, он ему открыл. На другой день, в прощенное воскресенье, был при дворе большой маскарад. Влюбленный явился на нем вместе с наперсником оба в масках. Гасвицкому предстояло взглянуть на девицу беспристрастными дружескими глазами. Державин тотчас увидел ее в толпе и громко воскликнул «Вот она!». И мать и дочь обернулись, поглядели пристально во весь маскарад. Следуя по пятам за ними, кавалеры наши старались приметить поведение молодой красавицы тем и как она обращается. Увиделись знакомства степенные и посты к девушке, во всяком случае, скромную, так что при малейшем пристальном на нее незнакомом взгляде лицо ее покрывалось милою розовую стыдливостью, вздохи уже вырывались из груди улыбавшегося экзекутора. Наперсник вполне им сочувствовал. Тут же примерно подсчитали державинские достатки, и решено было в ад. Восторгов своих державин не скрыл и от прочих друзей, бывших на маскараде. Так что на следующий день, в чистый понедельник, за обедом у Вяземских над державиным стали уже подтрунивать за вчерашние маскарадные шашни. Вяземский спросил, кто такая красавица, которая столь скоропостижно пленила. Державин назвал фамилию. Это не понравилось управляющему ассигнационным банком, действительному статскому советнику Кириллову, который присутствовал на обеде. Когда встались за стола, он отвел державина в сторону. — Слушай, братик, нехорошо шутить насчет честного семейства. Тей дом мне коротко знаком. Покойный отец девушки, о коей речь идет, был мне друг, да и мать ее тоже мне приятельница. Шутить при мне насчет тей девицы я тебе не позволю. — Да я не шучу. Я поистине смертельно влюблен. — Когда так, что ты хочешь делать? Искать знакомство и свататься? Я тебе могу им служить. Положено было завтра же в вечеру, будто ненарочно, заехать в дом Батсидона. Великий князь Павел Петрович родился 20 сентября 1754 года. Тотчас после того, как духовником их высочеств была прочтена очистительная молитва, императрица Елисавета Петровна явилась в спальне великой княгини и забрала младенца к себе. С этой минуты мать почти не видала его и всей душой раз навсегда возненавидела мамушек и нянюшек, по печенью коих он был вручен. Первое место среди этих женщин, естественно, занимала кормилица по имени Матрена Дмитриевна. Ее тогдашняя фамилия до нас не сохранили. Вскоре, впрочем, она овдовела, а в 1757 году вступила во второй брак. Избранником ее сердца был Яков Бенедикт Бастидон, родом португалец, в Россию приехавший из Галштинии. Петр Третий, тогда еще великий князь, привез его в качестве своего коммердинера. От Бастидона, в России звали его Бастидоновым, у Матрены Дмитриевны было четверо детей, сын и три дочери. Из них 17-летняя Екатерина Яковлевна и была та самая, что покорила сердце держали. К тому времени, когда произошла эта замечательная встреча, самого Якова Бастидона уже не было на свете. Матрена Дмитриевна овдовела вторичью. Была она женщина многоопытная, пронырливая и жадная. Но обстоятельства ее выходили довольно трудными. Детям она старалась дать пристойное воспитание. Дочерей надо было одеть и вывезти, а покойный муж больших средств не оставил. Давно миновали счастливые времена, когда сама Елисавета Петровна наряжала Матрену Дмитриевну к венцу, когда на свадьбе гремела придворная музыка и государь не изволила танцевать. О милостях нынешней императрице нечего было думать. Катерина, как сказано, терпеть не могла Бастидониху. От великого князя Павла Петровича помощи тоже не было. Выкормыш Матрены Дмитриевны сам постоянно нуждался в деньгах. Поэтому семья жила помещански скромно, почти бедно, в собственном, но небольшом доме у церкви Вознесения. 27 февраля во вторник, на первой неделе Великого Поста, вечером подъехали к этому дому Кириллов с Державиной. Гостей в такой день не ждали. Босая девка с сальной свечой в медном подсвечнике встретила их в стенях. Кириллов объявил хозяйкам, что, проезжая мимо с приятелем, захотелось ему напиться чаю. Тут он представил Державину. После обыкновенных учтивостей сели. Та же босая девка подала чай. Часа два провели в общежительном разговоре. Сестры-красавицы хохотали и говорили много, пускаясь в хитрые пересуды, чтобы выказать остроту свою и умение жить в большом свете. Катенька же сидела тихо, вязала чулок и вмешивалась в беседу с великой скромностью, рассудительно и пристойно. Влюбленный не только с жадными очами пожирал все приятности его обворожившие, но и старался приметить все, от разговора до утвари. Заключил, наконец, что люди небогатые, но честные, благочестивы нравом и опрятны в одежде. Откланиваясь, новый знакомый просил позволения и впредь быть к ним въезжью. На другой день Кириллов явился к Матрёне Дмитриевне и от имени Державина сделал настоятельное предложение. Мать отвечала, что сразу не может решиться, и просила дать несколько дней сроку, чтобы разведать о женихе. Но Державину, разумеется, не терпелось. В финате служил еще один знакомый Бастидоновых, некто Еворской. Державин просил и в опыт крепить сделанные предложения, Еворской пообещал. Между тем влюбленный стал часто ездить пред домом любезной особы. Это входило в правила ухаживания. Катенька со своей стороны полюбилась сиживать у окна. Вскоре после беседы с Еворским Державин выследил такой час, когда матери дома не было, и решился заехать. Хотелось ему узнать мысли самой невесты. Вошед, он по обыкновению поцеловал руку и сел рядом с Катенькой. Затем просто без импиняков спросил, известно ли она об искании его. Матушка сказывала, был ответ, что ж вы думаете, от нас не зависит. Но если под вас, могу ли я надеяться? Вы мне непротивны, сказала красавица полголоса и закраснила. Тогда он бросился на колени и стал целовать ее руки. Тут, как в доброй старой комедии, открылась дверь и вошел в Еворский. «Ба-ба! И без меня дело обошлось!» — кричал он. «Где матушка?» Она поехала разведать о Гавриле Романовиче. «О чем разведывать? Я его знаю. Да и вы, как вижу, лишились в его пользу. То, кажется, дело и сделано». Вскоре вернулась Матрена Дмитриевна. Среди объятий, слез, поцелуев, Державин с Катенькой были помолвлены. Госпожа Бастидонова все-таки объявила, что для окончательного сговора нужно соизволение великого князя, который, как молочный брат Катеньки, почитался ее покровителем. Само собой, дело шло не столько о соизволении, сколько о помощи и рассуждении приданного. Через несколько дней Державин с будущей тещей предстали перед наследниками. Чувствительный, уязвленный Павел Петрович сердечно радовался каждому знаку внимания. Он принял гостей в кабинете, говорил с ними долго, обласкал чрезвычайно и отпустил, обещав хорошее приданное, как скоро в силах будет. В силах, однако, шон так и не оказал. Свадьбу сыграли 18 апреля 1778 года. За два дня перед тем из Казани пущено было такое письмо. Государыня моя Екатерина Яковлевна, любезное письмо ваше от 14 марта я с немалым удовольствием приняла, и когда уже по благословению Божию судьба соединяет вас с супружеством моему сыну, те есть мое обрадование и взаимно обнадеживаю вас моею к вам усердностью и материнской любви горячностию, и желаю, чтобы я была счастлива в старости моей вашим почтением и любовью, кою я уже и предвижу, от чего зависит мое благополучие и утешение, и в знак к вам моей любви при всем посылаю гостиниц, хотя не в дорогих вещах состоящий, но оно от моего искреннего усердия. Прими, моя любезная, и будь благословенна Божией милостью, и уверьтесь, что я вам во всю мою жизнь усердную. Матушке вашей, милостивой государыне моей, свидетельствуйте мое почитание, и прошу о принятии меня в ее благосклонность, и я с моей стороны оное сохранить, конечно, не примину, а затем пребываю охотная вам в услугах, стекла Державина. Державин женился стремительно, но вовсе не очертя голову. Впервые переступив порог Бастидоновского дома в тот памятный вечер, когда приехал туда с Кирилловым, он сразу стал зорко всматриваться в невесту, и если бы не нашел того, что ему было нужно, не стал бы свататься, отступился бы. В числе его прочных и простых взглядов был и взгляд на семейную жизнь. Он хотел быть в доме главою, тем более женясь 35 лет на девушке, которая была ровно вдвое моложе его. Будучи сам порывист и неуступчив, что почитал в себе отчасти даже достоинствами, от жены он требовал вовсе иных добродетелей. Тихость и смирение — суть первой достоинства женщин, и они одни все истинные превосходства, которые все их прелести и самое непорочнейшее их поведение украшают. Без них страстнейшая любовь — вздор. Тихость и смирение он подметил в Екатерине Яковлевне при первой беседе, а угадал, пожалуй, и раньше, при первом на нее взгляде. И в самом деле, то были ее первейшие добродетели. Если он собирался быть с нею строгим, то оказалось тотчас же, что этого не требуется. Она была перед мужем тиха и смиренна, и это давалось ей безо всякой борьбы, без самопожертвования. Во-первых, потому что так она понимала свой долг. Во-вторых, потому что мужа считала умнее себя и во всех отношениях превосходнее. А в-третьих, и это, конечно, главное, потому что его любила. Ее сердечная преданность была безгранична, верность, мало сказать, непоколебима, просто она даже никогда не подвергалась и не могла подвергнуться никакому испытанию. При всей кротости Екатерина Яковлевна не была, однако же, безвольна. Благожелательная ко всем, она была уступчива лишь до известного предела и в случае надобности могла постоять за себя, а в особенности за мужа. Была добра без навязчивости, почти незаметна, ласкова, без флащавости, приветлива, без унижения, словом, самые чувства и добродетели, сильные, но подчиненные внутренней гармонии были развиты в ней так же стройно, как она была стройна внешне. Самому Державину лишь постепенно открылась ее клинительность. И он пред нею не размекал. Но какая же могла быть речь о суровости или строгости, если его любовь изо дни в день, а после из году в год только росла и крепла? В то время поэты любили давать прозвание своим возлюбленным Тимиры, Дафны, Лилесы, Хлои, как чужеземные птицы налетели в поэзию. Державин своей жене дал русское, задушевное имя Плинира. Вскоре после свадьбы он взял четырехмесячный отпуск и повез жену в Казань, показать ее своей матери. Екатерина Яковлевна без усилий пленила и свекровь, и все казанское общество. Когда вернулись в Державины в Петербург, директор казанской гимназии Канец писал, «Долго еще будут вспоминать умницы средь казанских красавиц, что юная и уважаемая Екатерина Яковлевна пробыла здесь некоторое время». Денежные дела улучшались. Имение Маслова, пущенное с публичного торга, почти целиком досталось Державину, как главному кредитору. Уплаченные из выигрыша двадцать тысяч вернулись к нему в виде трехсот душ в Рязанской губернии. Заключив мировую с одним из казанских соседей, он получил еще восемьдесят. Когда правительство стало безденежно раздавать новоприобретенные днепровские земли, Державин раздобыл себе в Херсонской губернии шесть тысяч десятин со ста тридцатью душами запорожцев. Таким образом, вместе с пожалованными при выходе из полка тремя стами, а также с материнскими и отцовскими, всего очутилось за Державиным больше тысячи душ. Это был уже известный достаток. Сюда надо прибавить сенатское жалование. Державины могли жить приличным домом. Они поселились на Сенной площади. Счастливый Державин был чрезвычайно радушным хозяином. Поэзия гостеприимства была ему ведома. Хвостов, Храповицкая, Рязановы, Козадавли, Окуневы, порой сам генерал-прокурор, супругую стали его гостями. Но в сердце больше лежало к нескольким новым знакомым. С молодым стихотворцем Василием Васильевичем Капнистом первая встреча произошла еще в полку. Теперь знакомство перешло в дружбу. Родом малорос. Он не только говорил, но и писал с малороссийским выговором. Катеньку звал Катерина Яковлевна. Капнист был отчасти уволен. Был порой ухмурый, склонен к обидчивости. Но при всем том человек был добрейший и великий семьянин. Впрочем, женат он был лишь недавно. Две молодые четы коротко сблизились, и это повело к тому, что вскоре вокруг Державина образовался целый кружок. Дело в том, что у Александры Алексеевны Капнист, урожденной Дьяковой дочери сенатского оберпрокурора, была сестра Мария Алексеевна, девушка очень милая и собой приизрядная. Два друга Капнистовых были в нее влюблены. Надо ли прибавлять, что оба принадлежали к числу стихотворцев. Первого звали Львов Николай Александрович. Судьба была к нему благосклонной, приятной лицом, состоятельной, имевшей очень большие связи, хорошо образованный, был он за раз поэт, музыкант, живописец и архитектор. Ничего вполне замечательного не довелось ему создать ни в поэзии, ни в живописи, ни в архитектуре, ни в музыке, но всюду он был умным и тонким ценителем. Не без приятного легкомыслия он одновременно переводил «Анакриона» и строил церкви. Стихи его были не глубоки, но забавны, весел и бодры, как сам он был всегда легок, весел и бодр. Много он суетился, любил хлопотать за приятелей, покровительствовать, шуметь и блистать. Впрочем, делал все это со вкусом и не без тонкостей. Был чувствителен. Маша Дьякова отвечала на его чувства нежной взаимностью, но отец ее почему-то был против этого брака. Другой поклонник был сын обрусевшего немца Иван Иванович Химнисер. Он ничем не походил на Львова, был настроен философически, сдержан, задумчив, отчасти потому, может быть, что уж очень был нехорош собою, даже до безобразия. Как раз незадолго до женитьбы Державина вернулся он из заграничной поездки, влюбился в Машу Дьякову и стал самым прискорбным образом за нею ухаживать. Притворялся щеголем, пятиметром, часто пудрил уродское лицо свое и сажал на него мушки. Любви не скрывал, даже посвятил Машеньке первую книгу своих сказок и басен, но все было напрасно. Ни Маша, ни счастливый соперник над Химнисером не смеялись, по крайней мере при нем. К чувствам его относились бережно, его, пожалуй, даже особенно был с ним ласков. Но бедный Химнисер еще не знал самого горького обстоятельства. Маша Дьякова жила у отца, значилась в девушках, но была уже тайно повенчана с Львовым. Семеро друзей сходили счасто. Три прелестные женщины и четыре поэта связаны были любовью, дружбой, беседами об искусствах. Екатерина Яковлевна рисовала силуэты или занималась рукоделием. Львов руководил ее искусными вышиваниями. Иногда посещали Львова на его даче близ Невского монастыря на Охте. Там, в память прочного союза, каждый посадил по молодому вязу или по соперни. Порою мелькала среди этого общества красивая, чернокудрая, не по летам высокая девочка. Это была третья из сестер Дьяковых, Даша. Впрочем, ей было всего лет один. В 1777 году умер Сумароков. Теперь на вершинах российского парнаса гремели действительный статский советник Тирасков и кабинетный переводчик Василий Петров, семинарист, имевший честь быть карманным ее величества стихотворцем, каковым прозвищем он весьма гордился. Оба, однако, были значительно старше Державина. Их слава началась еще при Ломоносове, но и ближайшие сверстники Державина не оставались в стене. Княжнин родился в 1742 году, Богданович в 1743, Фанвизин в 1744. А от каждого из них Державин по возрасту разнился не годами, а месяцами. Но княжнин был известен уже Дидоны, Богданович написал Душеньку и пребывал на розах, Фанвизин прославился бригадиром, путешествовал за границей и дружил с самим Никитой и Упаниной. Рядом с ними Державин был просто никто. Два стихотворения, напечатанные им перед самой Пугачевщиной, справедливо прошли незамеченными. После Пугачевщины выдал он оды, переведенные, сочиненные, при горе, читалагаи. Они были замечены только среди поэтической молодежи. Будучи летами гораздо старше, Державин оказался литературным сверстником Капниста и Львова. Он смиренно склонялся перед авторитетами, а они с авторитетами готовы были бороться. Но ища новизны и даже отчасти чуя к ней верный путь, сами они оставались поэтами заурядными. Напротив того Державин, стремясь подражать, оказывался непроизвольно оригинален. Его познания были слишком невелики. Он пополнял их жадно, но беспорядочно. С того дня, как он вышел из гимназии, учиться ему было некогда, к тому же он не умел учиться. Читолагайские оды были чудесной победой гения над безграмотностью. Свой собственный стих Державин обрел, имея весьма спутанные понятия о стихах вообще, не зная простейших правил, которые для Капниста и Львова были детской азбукой. Державин делал ошибки в размере, в рифме, в цезуре, даже в языке. Самые неотесанные провинциализмы уживались у него рядом с явными германизмами. Немецкий язык был для него языком поэзии. Его неопытность была очевидна Капнисту и Львову, но они, может быть, почуяли, что Державин превосходит их дарование. В общем же, почитали его себе ровно, видели в нем возможного соратника и старались просветить в духе новых веяний. Эти новые веяния были не слишком ясны им самим, но они зачитывались Горациям и находили великие откровения в теории Батте. Теперь мы можем сказать, что то были первые, остро переживаемые, но смутно осознанные, влечения к реализму, которым силой вещей пора было зародиться в русской поэзии. Этим влечением предстояла долгая и славная жизнь, но тогда, при первом своем зарождении, они выражались в попытках заменить условности Ломоносовской школы новыми условностями, представлявшими, однако же, некий шаг вперед. Впоследствии Державину казалось, будто именно в это время под влиянием Львова, Капниста и Хемницера в его поэзии совершился глубокий перелом. Действительности такого перелома не было. Учителя неопытные и сами себе не вполне уяснявшие сущность своего учения, Львов и Капнист не столько внушили Державину новые поэтические идеи, сколько попросту исправляли его просадические и стилистические ошибки, не умея, однако, дать в руки ученику верные способы избежать таких же ошибок в будущем. Особенно тут старался Львов, тенивший Державинские стихи той же дружеской хлопотливостью, с какой он устраивал служебные дела Хемницера и Капнист В глубине же Державинской поэзии происходило медленное и закономерное развитие. Действительно, оно кое в чем совпадало с чаяними Капнистой Львова, тут чутью их не обмануло, Державин был их естественным соратником, но это развитие протекало самостоятельнее, чем казалось самому Державину. После Читологайских от, написанных до литературной встречи с Капнистом и Львовым, следующий важный этап его поэзии составили стихи на смерть Мещерского. Но как раз они-то и связаны всего непосредственней с теми же Читологайскими одами. Едва увидел я сей свет, уже зубами смерть скрижащих, как молнией косою блещет и дни мои как злак и чест. Ничто от роковых когтей, ни кая твари не убегает, монарх и узник не червей, гробницы злость стихи не дают. Зияет время славу с сердцем. Как в море льются быстро воды, так в вечность льются дни и годы, глотает царство алчно смерть. Скользим мы бездны на краю, в которую стремглав свалимся, приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть родимся. Без жалости все смерть разит, и звезды ею сокрушатся, и солнце ею потушатся, и всем мирам она грозит. Смерть трепет естества и страх. Мы гордость с бедностью совместно, сегодня Бог, а завтра прав. Сегодня льстит надежда лестно, а завтра где ты, человек? Едва часы протечь успели, хаоса в бездну улетели, и весь как сон прошел твой язык. Где только не искали источников, из которых почерпнуты будто бы отдельные частности и сама мысль этих стихов, и у Горации, и у Геллера, и у Петрова, и в Библии. Не обратили внимание лишь на то, что и мысли, и все замеченные параллельные места, и еще ряд незамеченных, имеются гораздо ближе. В той из Четалагайских от, которая переведена из Фридриха, и называется «Жизнь есть сон». О, Мофтерпий, дрожайший Мофтерпий, как мала есть наша жизнь, «Лишь лишь только ты родился, как уже рог того дня влечет тебя к разрушающей ночи». Много мыслей и образов перенесено изоды Фридриха в воду на смерть Мещерского, вплоть до знаменитого обращения к Перфильеву. «Сей день или завтра умереть в Перфильеве? Должно нам, конечно». Навеянного обращения Фридриха к Мофтерпию. Примечание, которое есть никто иной, как французский ученый Моперпий. Эта забавная ошибка произошла от необразованности и торопливости держания. Французское Моперпий он прочел на латинский лад, да еще по рассеянности переставил буквы, получился МОВТЕРПЮИ, превратившийся по-русски в МОВТЕРПИЯ. Этому легендарному лицу суждено было на многие годы стать спутником самых мрачных раздумий державы. Между Четологайскими одами и одой на смерть князя Мещерского нет скачка, есть лишь огромное поэтическое развитие, которое становится особенно заметно именно потому, что так очевидна связь между ними. В стихах родственных стихуч-четологайских од, но несравненно более совершенных, Державин говорит о владычестве смерти. В этом следует он за Фридрихом, но превосходит его. Державинская ода короче и сильнее. В ней каждое слово бьет прямо в цель. Такой лапидарности и точности Державин, быть может, не достигал уже никогда впоследствии. Уже самая постановка темы замечательная. Державин не рассуждает, как Фридрих, но развертывает свою тему на конкретном примере, который, однако же, избран с таким расчетом, чтобы ода не оказалась слишком прикреплена к случаю. Мещерский не был человеком выдающим. Его лице Державин не оплакивает ни горя, ни прерванного поприща, ни кем-либо понесенной утраты. Мещерский просто богат, сын роскоши, прохлад и нек, ничего больше. В его жизни представлена сама сладость жизни. Чем чувственнее и обильнее житейские блага, от коих его похищает смерть, тем разительнее выступает предмет сей оды. Картина еще усилена внезапностью смерти, где стол был ясно, там гроб стоит. Невозможно сказать общее и в то же время конкретнее, короче и в то же время сильнее. Державин не был другом Мещерского, был просто знакомым, ходил слух, будто во времена Пугачевщины он вешал людей более из поэтического любопытства, нежели из настоящей необходимости. Это неверно. Но верно то, что с самой читалагайской поры размышления о смерти стали для него притягательными. Он охотно им предавался, среди счастья и довольства в особенности. Есть некое поэтическое сладострастье, том, как здоровый, благополучный, окруженный друзьями, любимый и любящий державин созерцает смерть Мещерского и по поводу нее философство. Четыре года он таил и вынашивал эти мрачные образы, выжидая лишь последнего толчка, подходящего случая, чтобы придать им форму и с творческим наслаждением выбросить из себя. Таким случаем была смертная Мещерского Резкие жизненные контрасты прельщали державина так же, как резкие столкновения слов и образов. Эти стихи о скоротечности жизни и ложности счастья писал он как раз в те дни, когда твердо верил в свое счастливое будущее. Это верование провалось наружу, недаром в одной из заключительных стров он сказал о самом себе «Зовет, я слышу славы шуму». Это было первое из числа пророчеств, которых впоследствии он находил много в своих стихах и которыми столь гордил. Тогда все поэты служили. Звания писателя не существовало, общественное значение литературы уже признавалось, но на занятия литературой смотрели как на частное дело, а не общественное. Что касается Державина, то в его понятиях поэзия и служба были связаны особенным образом. Он, конечно, не думал, что чин или орден могут прибавить достоинство его стихам. Равным образом не смотрел он и на стихи, как на способ для добывания орденов и чинов. Это пошлое представление пора забыть. Дело обстояло иначе, гораздо серьезнее и достойнее. К началу восьмидесятых годов, когда Державин достиг довольно заметного положения в службе и стал выдвигаться в литературе, поэзия и служба сделались для него как бы двумя поприщами единого гражданского подвига. Поездка по Волге, предпринятая Екатериной в 1767 году, подтвердила ее неутешительные мысли о внутреннем положении России. Случаю было угодно, чтобы эти печальные наблюдения были сделаны в тех самых местах, где прошло горькое детство Державина и невеселые его юни. Угнесение, произвол, бесправие, бессудье — вот что увидела государыня во глубине страны. То, что ей было показано лишь издали и отчасти, Державину было давно ведомо безо всяких прикрас по личному опыту и по опыту его близких. Врожденная бедность, несмотря на дворянское звание, рано приблизила его к простому народу, и память об этой близости никогда в нем не угасала. Жила в воспоминаниях об избитом отце, о челобитчице матери, плачущей у приказных дверей, о собственном сиротстве, о грубостях и обидах солдатчины. Жила эта память и в складе его ума, отчасти мужицкого, и в чертах житейского обихода, и в его отношении к собственным крепостным, и, наконец, в самом языке его. На усмирение Пугачевщины Державин отправился по карьерным соображениям. Он и усмирял ее со всеусердием, по тем же соображениям и по долгу присяге, и потому, что Емельян Пугачев был в его глазах жестоким и грязным обманщиком. Но вот что весьма замечательно. Не в личности Пугачева, конечно, но в Пугачевщине, как в движении народном, он очень скоро почуял, если не правду, то все же логику. Понял, что возмущение имеет свои причины и оправдания. Лет этих раздумий в его письме к казанскому губернатору Бранту от 4 июня 1774 года. Доложить вашему высокопревосходительству имею, надлежит искоренить взятки, говорить о истреблении заразы сей, потому я задолженное себе поставляю, то разлияние он и наиболее всего по моим мыслям способствует злу, терзающему наше Отечество. Но это лишь след, лишь то, что Державин по своему положению мог сказать к слову и в официальной бумаге. Мысли его шли дальше. Это видно из того отношения, которое в пору Пугачевщины стало у него складываться к самодержавной власти и к личности самодержца. Уже в ранних, очень слабых стихах Державина, посвященных Екатерине, находим многословные рассуждения о ее заслугах и общественных добродетелях. Однако же автор нигде не говорит о том, что эти заслуги суть основания и оправдания ее власти. Державину с малых лет была внушена идея о святости самодержавия, о его происхождении свыше. В глазах молодого Державина помазанник прав и велик уже в силу своего помазания. Разумеется, очень хорошо, если при том имеется за ним и заслуги. После Пугачевщины у него от этих воззрений ничего не осталось. Насколько повлияло тут Пугачевщина, решить невозможно, у нас нет прямых данных. Но в самом факте сомнения быть не может. Уже в пору писания Четологайский ход Державин так или иначе расстался с идеей о божественном происхождении царской власти. Помазан ей титул перестали для него значить что бы то ни было. Отныне в его глазах пышность одежд равняет царей не только с богами, но и с куклами. Императорская парфира не мешает ее носителю падать и еще ниже. Каллигула, быв мнимый богом, не равен ли своим скотом. Два года спустя выписали Шувалову мысль эта повторена. О, жалкий полубог, кто тщет наносит саны, пред троном он ничто на троне истукан. Отсюда волосы не следует, что Державин не признает царской власти. Он только ищет для нее иной источник и иную опору. Вот отрицательная формула, из которой, однако же, легко вывести положительно. Пускай в подсолнечную трубит тиран своим богатством страх, прах. Когда народ кого не любит, полки его и деньги прах. Это неуклюже, но ясно. Это значит, во-первых, что властитель, не опирающийся на народную любовь, в сущности без власти. Во-вторых, что он и не царь, а тиран, захватчик власти, которого можно согнать с престола, не совершая никакого святота. Следовательно, царя от тирана отличает не помазанье, а любовь народа. Только эта любовь и есть истинное помазанье. Таким образом, не только опорой, но и самым источником царской власти становится народ. Эта мысль не вяжется с укоренившимися представлениями о держании. Однако же одна не случайна, не в поэтическом жару высказана. Державин постоянно к ней возвращается. Она отныне лежит в основе его воззрений, и без нее понять державину невозможно. Под словом народ он склонен был разуметь всю нацию, и это ему удавалось, пока шла речь о делах военных или дипломатических, пока русский народ противополагался к какому-нибудь иному. Но лишь только взор державина обращался во глубину страны. Непосредственное чувство тотчас побуждало его звать народом лишь обездоленную, бесправную часть нации. Дело, однако, шло вовсе не об одном крестьянстве. Бедный дворянин, вообще ищущий сюда и управа на богатого соседа, или мелкий чиновник, прижимаемый крупным, в глазах державина были такими же представителями народа, как и крестьянин, страждущий от произвола помещичьего. Словом, так выходило, что кто страждет, тот и принадлежит к народу, царь же народный, защитой покров всего слабого и угнетаемого от всего сильного и угнетаемого. На Екатерину державин взирал с благоговением. Он ожидал, что именно ей дано стать такой народной монархиней радости и сердец, способной облегчить народную долю, защитить слабых, укоротить сильных, утереть слезы вдов и сирот. Эти надежды казались ему тем более основательными, что первые уроки вольнодумства были даны ему самой жизнью. А вторые, более систематические, он извлек из Екатериненского наказа, этого собрания самых передовых, самых гуманных и либеральных идей, да то ли высказанных в России, да и не только в России. Недаром распространение наказа было воспрещено во Франции. Екатерина была его наставницей. Уже в Четалагайских одах он делает прямые заимствования из наказа. Больше того, наказ и созыв комиссии по составлению проекта нового уложения воудушевили Державина главной мыслью, которой суждено было стать основанием его поэтического и служебного пафоса. После того, как существующее законодательство было с высоты трона объявлено несовершенным и не ограждающим народ от произвола и кривотолка, после того, как отсутствие законности было признано первым злом русской жизни, после того, как законопослушание было названо основной добродетелью не только подданного, но и монарха, у Державина можно сказать «открылись глаза». Простое слово «закон» в русском тогдашнем воздухе прозвучало как «откровение». Для Державина оно сделалось источником самых высоких и чистых чувств, предметом сердечного умиления. Закон стал как бы новой его религией. Его поэзии слово «закон» как Бог стало окружено любовью и страхом. Наказ между тем давно лежал под сукном, а комиссия была распущена. Это не смущало Державину. Екатерина в его глазах была навсегда озарена сиянием наказа. Упрямый, прямолинейный, он в воображении своем наделял и ее этими двумя свойствами, которых в ней как раз и не было. Тех сложных политических и личных обстоятельств, в которых протекала жизнь государами и которые постепенно уводили ее от возвышенной средночертания и наказа, он отчасти не знал, отчасти не хотел знать. Весьма рационалистически лишив монархию религиозного ореола, он в целости перенес этот ореол на голову данной монархини. Его поэтический гиперболизм превращался тут в политический. Екатерина в его глазах сделалась обладательницей гражданских, то есть вполне человеческих добродетелей, но в полноте и степени уже не человеческой, а титанической. Он допускал, что на ее пути могут встретиться и препятствия, и несчастья, но с безжалостной требовательностью обожателя готов был им радоваться. Услышьте все земные владыки и все державные главы, еще совсем вы невелики, коль бед не претерпели вы. Надлежит зло претерп питой, против перунов ополчиться, самих небес не устрашиться со добродетельной душой. Богиню он хотел окружить жрецами ее достойными. Он видел пороки и происки вельмож. Ему представлялся выбор бичевать порок или поощрять добродетель. Он не хотел вовсе отказаться от первого, но избрал преимущественно второе. Вот почему он не стал сатириком. Изображение добра представлялось ему более плодотворным, нежели обличение зла. Он старался создать образец вельможи добродетельного, великодушного, бескорыстного, пекущегося о народном благе. Я князь, коль мой сияет дух, владелец, коль страсти владею, болярин, коль за всех болею. Друг царский и народный, вот по его определению истинный вельможа, такими виделись ему бибиков, шувалов, таким он желал стать и сам. Тут, именно в этой точке, поэтическая деятельность соприкасалась у него со служебной. По его мнению, слова поэта должны быть им же притворены в дела. Обожатель Екатерины мечтал быть ее верным сподвижником, поклонник закона, хотел стать его неколебимым блюстителем. В 1779 году здание сената перестраилось. Державин по должности экзекутора наблюдал за работами. Между прочим, зала общего собрания была украшена новыми барельефами, изваянными Рошетом. По окончании работ Вяземский вздумал осмотреть зал. На одном из барельефов представлен был храм правосудия. Императрица в образе российской Минервы вводила в него истину, человеколюбие и совесть. Поглядев на обнаженную фигуру истины, Вяземский сделал кистое лицо и обратился к Державину. Вели ее братец несколько прикрыть. Может быть, он не намеревался придать этим словам аллегорический смысл, но для Державина они прозвучали именно так. Чем ближе знакомился он с делами, тем видел яснее, что стали отчасу более прикрывать правду правительству. Кое-какие проделки генерал-прокурора он уже приметил. В следующем году между ним и начальником впервые пробежала черная кошка. Только что были учреждены экспедиции о государственных доходах и расходах. Они находились в ведении генерал-прокурора. Державин был назначен одним из советников экспедиции доходов, и это поставило его в непосредственную служебную близость к Вяземскому. Для начала надобно было составить начертание о круге действий и об обязанностях экспедиции. Случилось так, что те, кому надлежало бы этим заняться, в том числе Храповицкой, уклонились, и Вяземский получил дело Державину с неохотою, ибо почитал его недовольно опытным. Последнее было справедливо. Сам Державин не безотчаян не принялся за работу, постановив, однако же лицом в грязь не ударить. Он заперся у себя и не велел никого принимать. По велику ему была дикая и непонятна почти материя, то морал, переменял, и, наконец, через две недели составил кое-как целую книгу без всякой посторонней помощи. На общем собрании экспедиции, когда читался Державинский труд, Вяземский всячески придирался, но все же вынужден был представить начертание государства. оно было конфирмовано и вошло в полное собрание законов. Конечно, Державин был весьма горд. Без знаний, без подготовки удалось ему выполнить поручения важные и ответственные. Он ждал награды и не получил. Даже так выходило, что его труд едва ли не пытались приписать Храповицкому. Обиженный Державин поведал горе приятелю своему Львову. Львов был, что называется, правой рукой Безбородки, тогда состоявшего одним из секретарей государства. Державин через голову Вяземского был произведен в статские советники. Понятно, какую досаду вызвало это в генерал-прокуроре, тем более, что Безбородка был в числе его недругов. Он все же старался скрыть раздражение. Приязнь между семействами Вяземских и Державиных еще поддерживалась. Княгиня очень любила Екатерина Яковлевна. Настал, однако же, день, имевший решительное влияние не только на отношения Державина с генерал-прокурором, но и на всю его жизнь. То было в конце мая 1783 года. Державин обедал у Вязи. Он был не вдух. С часа на час должно было решиться одно дело, исход которого тревожил его уже несколько месяцев. Вдруг после обеда в часу в девятом вызывают его в переднюю. Там стоит почтыльон с пакетом. На пакете странная надпись «Из Оренбурга от киргизской царевни Мурзе Державину», а внутри осыпанная бриллиантами золотая табахерка с пятиюстами червон. Державин тотчас догадался, что это и есть решение его участи. Но не мог и не должен был принять эта тайна не объявив начальнику, чтобы не подать подозрения во взятках, а для того подошед к нему показал. Что за подарки от киргизцев гневно проворчал было генерал-прокурор. Но осмотрев табакерку, он тоже все понял. Посылка была от императрицы. «Хорошо, братец, вижу и поздравляю», сказал Вязинский. «Возьми», Кали жалует. При этом он постарался улыбнуться, но улыбка вышла язвительной. Оду к премудрой киргизской садской царевне Фелицию Державин написал еще в прошлом году, но ее вольный тон и насмешливые намеки на сильнейших вельмож, даже на Потемкина, показались опасны самому автору. Львов и Капнист были того же мнения. Решено было Оду прятать, но пронырливый Козадавлев, живая с Державиным в одном доме, однажды увидел ее на столе, прочел несколько строк и упростил показать полностью. Потом под страшными клятвами взял списать для некой госпожи Пушкиной любительницу поэзии. А через несколько дней Ода уже очистилась у Шувалова, разумеется, по секрету. Шувалов в застольной беседе прочел ее нескольким господам, опять-таки по секрету. Они по секрету пересказали ее Потемкину, Потемкин ее затребовал от Шувалова. Тот в страхе вызвал Державина и спросил, как быть, посылать целиком или выбросить в труфы, относящиеся к Потемкину. Постановили послать целиком, чтобы не возбуждать лишних подозрений. Тут только узнал Державин, какую огласку получили его стихи. Он поехал домой с крайним прискорбием. Все это могло кончиться для него плохо. Несколько месяцев ждал он последствий и томился неизвестно. Межтем к весне 1783 года княгине Дашкова, будучи директором Академии наук, задумала издавать журнал. Козодавлив в ту пору при ней состоял советником. Опять ничего не сказав Державину он принес Дашковой Фелипси и 20 мая в субботу Ода внезапно появилась в первой книжке собеседника любителей российского слова. Теперь она должна была дойти до императрицы. Державин жил в страшном волнении, не зная чего ожидать. В день обеда у Вяземских приход почтальона разрешил все. Страхи сменились великой радостью. К тому, что писали о ней в стихах и в прозе, Екатерина была любопытна. Прежние похвалы Державина, в сущности более громкие и глубокие, нежели те, которые заключались в Фелиции, она, вероятно, тоже читала, но они даже не запомнили. Потонули в хоре привычные лица. А на Фелиции она несколько раз принималась власть. «Как дура платью», сказала Дашкова. «Почему же она была так растрогана?» Она не слишком любила стихи, немного в них понимала и самого вещества поэзии не чувствовала. Вопросы чистой поэзии не занимали ее. При всей любви к литературным упражнениям она не умела составить ни одного стиха и сама в том признавалась. Даже легонькие куплеты для своих комедий заказывала другие. Чем выше парилось стихотворение, чем было высокопарнее вернем этому слову его прекрасные первоначальные мысли, тем слабее оно доходило до ее слуха, тем менее было способно затронуть в ней чувства. Филиса должна была прийти с ней по вкусу и пониманию именно теми особыми свойствами, которые снижали это произведение как собственно оду. Своей сатирической стороной, своим легким шутливым тоном, своим бытовым, приближенным к обыденности материалом, наконец, самим слогом, который Державин так метко назвал забавным. Его низким словарем и обильными заимствованиями из повседневной речи. Эти же качества вызвали бурный успех Филиции и у большинства тогдашних читателей, в том числе у многих стихотворцев, и у потомств. Не должно, однако, смотреть на Филицию как на преобразование оды. На самом деле, то было не преобразование, а разрушение. Конечно, значение Филиции в истории русской литературы огромное. С нее, или почти с нее, пошел русский реалистический жанр, этим она способствовала даже развитию русского романа. Но ода, как таковая, в ней не преобразована, потому что она сама переставала уже быть одой, до такой степени в ней нарушена одическая традиция русско-французского классифизма. Но вернемся к Екатерине. Конечно, нелитературными свойствами Филиции были вызваны ее слезы. Эти литературные свойства только открыли императрице доступ к пониманию одой, сняли печать со слуха. Чувствительность не была ей нужна. Знавала она и сильные увлечения, случалось, что приступы горя или гнева овладевали ее, но при всем том здравый смысл покидал ее разве лишь на мгновение. В частности, она очень трезво и просто смотрела на собственную особу. Дальше всего она была от того, чтобы считать себя каким-нибудь сверхъестественным существом. Когда ее изображали богиней, она принимала это как должное, но не узнавала себя в этих изображениях. Шлем Минервы был ей велик, но одежды Филиции пришлись как раз в пору. Державин думал, что внешняя шутливость тут искупается внутренним благоговением. В глазах же Екатерины это было как раз такое изображение, которому она могла наконец поверить. То, что казалось Державину почти дерзостью с его стороны, нечаянно обернулось лестью, проникшей Екатерине в самое сердце. Филиция она увидала себя прекрасной, добродетельной, мудрой, но и прекрасной, мудрой, добродетельной пределы к человеку доступны. А сколько внимания было проявлено автором не только к ее государственным трудам, но и просто к привычкам, обычаям, склонностям. Сколько подмечено верных и простых черт, даже обиходных мелочей и пристрасти. Словом, при всей своей идеальности портрет и на самом деле был очень схож. Екатерина считала, что безымянный автор разгадал ее всю, от больших добродетелей до маленьких слабостей. «Кто бы меня так хорошо знал?» в слезах спрашивала она у Дашка. Даже такая сущность и мелочь, как выгодное сравнение с окружающими вельможами доставила ей удовольствие. Это сравнение было вполне в ее духе. Она не хотела быть высшей сравнением. Она довольно суетливо принялась рассылать отписки Фелиции, Потемкину, Панину, Орлову, всем, кто задет был автором. Императрица и самодержеца всероссийская любила разыгрывать приближенными забавные шутки в духе доброго старого Анхальт Цербского Захолусья. Табакерка с червонцами, посланная Мурзе Державину от имени Киргизской царевны, конечно, принадлежала сюда. Но она разом ставила Державина очень высоко, как бы вводила его в круг людей, с которыми императрица шутит. В тот майский вечер с табакеркой Фелицы в кармане Державин уходил от Вяземского новой знаменитость. В последующие дни принесли ему такую шумную литературную славу, какой Россия до тех пор не видывала. В поэтическом отношении эта слава была бы справедливее, если бы последовала тотчас за стихами на смерть Мещерского. Но были общественные причины ей прийти именно на сети. Дух Фелицы стал духом собеседника. Журнал сделался прибежищем смелой общественной критики. Похвалы Екатерине в нем сочетались с острой полемикой по поводу таких предметов, о каких прежде молчали. Екатерина собственными писаниями тому способствовала, пока не пришлось ей полемику прекратить, ибо языки развязались слишком. Екатерина любила давать прозвище. Вяземского она звала Брюс Гой, был он человек желчный. У него не было оснований завидовать Державину, но его раздражало, зачем отличают Державина не через его посредства. Когда же отличие выпало за стихи, генерал-прокурор вышел из себя. После Фелиции он уже равнодушно с новопрославившимся стихотворцем говорить не мог, привязываясь во всяком случае к нему не только насмехался, но и почти ругал, проповедуя, что стихотворцы не способны ни к какому делу. Следует, впрочем, и пожалеть его. Судьба была немилосердна к этому человеку, имевшему мужество ненавидеть поэзию открыто. Чуть не все его подчиненные были стихотворцами. Как неупоем был державен милости императрицы, он по мере сил сдерживался, пока дело не шло дальше насмешек и происков, направленных лично против него. Связем с кем он то ссорился, то мирился, смирили по обыкновению жены. Коса все же нашла на камень, когда задеты были его гражданские чувства, его преданность делу и долгу. В 1783 году была закончена последняя так называемая ревизия, которая ввиду увеличения оброка с казенность и частновладельческих крестьян должна была дать государству заметное повышение доходов. Полученные от губернаторов ведомости об ожидаемых поступлениях предстояло принять во внимание при составлении доходной табели на предстоящий год. Вдруг Вязинской, ссылаясь на неясность и неполноту этих новых ведомостей, потребовал, чтобы табель составили на основании старых. На деле это должно было привести к тому, что доходы будут показаны значительно ниже тех, которые поступят в действительности. Против такой утайки восстал Державин. Он не мог допустить, чтобы государыня была обманута. Замечательно, что поведение генерал-прокурора он себе объяснял довольно еще неверно. Предполагал он, во-первых, что Вязинской, воюя за власть с губернаторами, хочет под них подкопаться, изображая их неродиность. Во-вторых же, что Вязинской, зная расточительность Екатерины, скрывает от нее часть доходов, чтобы в подходящую минуту, будто особым своим изобретением и родением, найти для нее лишние деньги и тем выслужиться. Державин не знал, что сокрытие доходов Невяземским было придумано и практиковалось еще при Елизавете Петровне генерал-прокурором Глебовым ради обыкновенного воровства. Едва вступив на престол, Екатерина проверила счета и открыла целость двенадцать миллионов у Тайки. Вязинский был недоблестней своего предшественника. Как бы то ни было, после тяжелых стен с генерал-прокурором Державин забрал ведомости домой, сказался больным и через две недели представил собранию экспедиции новую свою табель. Сколько ни придирались к ней, были вынуждены признать, что доходу может быть показано по крайней мере на восемь миллионов более, чем в прошлом году. Нельзя изобразить, какая фурия представилась на лице начальника. Победа все-таки обошлась Державину дорого. Дальнейшая служба при Вязинском стала невозможна, он подал в отставку и определением Сената был уволен в чине действительного статского советника. Конфирмуя доклад об его увольнении, императрица сказала безбородке, «Скажите ему, что я его имею на замечание, пусть теперь отдохнет, а как надобно будет, то я его позову». Всю историю с сокрытием доходов она знала в точности. О преследованиях, которым Державин подвергался со стороны Вязинского, фан Визин прозрачно намекал на страницах собеседника, и смысл этих намеков, конечно, известен был государине, но Вязинский не услыхал от нее ни одного упрека. Если б Державин надо всем этим задумался, он, может быть, уже теперь понял бы то, что ему пришлось понять много позже. Был слух, что казанский губернатор уходит в отставку, Державин стал метить на его место. Предстояли об этом хлопоты, но Державин решил наперед, что поедет в Казань при всяком исходе, либо губернатором, либо просто отдыхать и хозяйствовать года на два. Как раз в это время мать написала ему, что тяжело больна, не надеется выжить и просит приехать проститься с нею, шесть лет они не видали. В феврале 1784 года, покуда стоял сан на и путь, Державин отправил в Казань весь домашний скарб, но сам с женой задержался еще в Петербурге. Губернаторство, в общем, было обещано, однако дело нужно было подталкивать, и вот посреди хлопот, тараний, подчас унижений и забеганий перед сильными сего мира стало его тревожить беспокойство вовсе иного рода. Года четыре тому назад во время пасхальной заутренней зимнем дворце посетило его вдохновение. Приехав домой, он в горячности положил на бумагу первые строки оды. О, ты, пространством бесконечной, живые в движении вещества, течением времени предвечный безлиц в трех лицах божества, дух всюду сущий и единый. Но порыв миновал, мышцы душевные ослабели, отвлекаемые службой и светскими суетами, сколько ни принимался он, продолжать не мог. Про себя постоянно однако же возвращался к начатой оде, в глубине памяти копил мысли и образы, то собственные, то извлеченные из чтений. За четыре года все это в нем наконец дозрело и стало проситься наружу. Теперь на свободе он опять взялся за перо, но все-таки суета житейская, городская мешала ему. Сердце хотело уединения, он решил бежать. Вдруг объявил жене, что едет осматривать белорусские свои земли, в которых никогда не был, хоть владел ими семь лет. Стояло самое распутисто, о дальней дороге нечего было думать, жена удивилась, но он ей не дал опомниться, доскакал до нарвы, повозку и слуг бросил на постоялом дворе, занял захудалый покойчик у старой немки и заперся в нем. Он писал, пока сон не валил его на постель, а проснувшись вновь брался за работу. Старуха носила ему пищу, он работал в таком же диком уединении, в таком же неистовом напряжении телесных и душевных сил, в каких че линии отливал некогда своего Персея. Так продолжалось несколько дней. То была вновь высокая ода. Державин сам с замиранием сердца ощущал высоту своего парения. Образы и слова он вновь громоздил точно скалы и, сталкивая звуки, сам упивался звуком их столкновения. Он написал немного, около ста строк всего. Из них не все сделаны из одинаково драгоценного материала, но все равновесны и одинаково наполнены. В этих стихах нетрудно узнать автора Читолагайский ход. Но там все-таки был перед нами отчаянный подмастерье, работавший наугад, знавший замечательные удачи, но местами лишь портивший материал. Теперь это полной массы. Нетрудно узнать в нем и лаконического автора оды на смерть Мещерского. Но теперь его лаконизм перестал быть порывист и угловат. В Боге Державин привел в движение какие-то огромные массы, столь же огромна сила на это затраченная, но ни единая частица ее не пропадает даром, и надсада усилия мы нигде не видим. Таково на сей раз его господство над материалом, что сначала до конца все в воде движется стройно и плавно, несмотря на то, что в процессе работы он постепенно отходит от первоначального замысла. Вдохновение владеет им, но материалом владеет он. Его первой целью было вообразить величество Божие. Взор его устремлен был к Богу, но по мере того, как предмет ему открывался, его охватывало изумление предсобственной способностью к подобному постижению. Смотря на собственное отражение в воде, видел он отражение Бога в себе самом и все более поражал. Ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих добро, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым никаким летаю всегда пареньем в высоты. Тебя душа моя быть чает, вникает, мыслит, рассуждает, я есть мир. Конечно, есть и ты. Ты есть. Природа чин вещает, гласит мое мне сердце то, меня мой разум уверяет, ты есть, я уж не ничто, частица целой я вселенной, поставлен мниться мне в почтенной середине естества я, той, где кончил тварей ты телесной, где начал духов ты небесных и цепь существ связал всех мной. С этого стиха ода Богу стала одой божественному сыновству человека. Я связь миров повсюду сущих, я крайне степень вещества, я средоточие живущих, черта начально божества, я телом в прахи сливаю, умом громам повелеваю, я царь, я раб, я честь, я Бог. Но будучи я столь чудесен, отколи проишел безвестен, а сам собой я быть не мог, твое создание я создатель. Твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, чтоб смертную бездну приходило мое бессмертно бытие, чтоб дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, отец в бессмертие твое. тут охватило его такое упоение величайшую гордостью и сладчайшим смирением открытими человеку, такое невыразимое счастье пребывания в Боге, что далее уж он писать не мог. Было-то уже ночью, незадолго до рассвета, силы его покинули, он уснул и увидел во сне, что блещет свет в глазах его. Он проснулся в самом деле, воображение так было разогорячено, что казалось ему вокруг стен бегает свет, и он заплакал от благодарности и любви к Богу. Он зажег масляную лампу и написал последнюю страфу, окончив тем, что в самом деле проливал благодарные слезы за те понятия, которые были ему даны. Неизъяснимый, непостижный, я знаю, что души моей воображение бессильны и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно тебя ничем иным почти, как им к тебе лишь возвышаться, в безмерной разности теряться и благодарны слезы лист. Когда он кончил, был день. Хлопоты о губернаторстве затянулись до самого лета и кончились не совсем так, как мечтал державин. Его назначили не в Казанскую, а в Ланецкую губернию. Казанская была бы ему не в пример удобнее. Он знал местные нужды и обстоятельства, имел знакомство в городе и в губернии, а главное под боком были его деревни, которые требовали хозяйского глаза. Но такова была воля императрии. Аланецкая губерния принадлежала к числу тех, которые только что учреждали. Ее открытие предстояло лишь в декабре. Указ же о назначении Державина состоялся в мае, поэтому Державин взял отпуск и поехал с женою в Казань. Там его ожидало горе. Стекла Андреевна скончалась за три дня до его приезда. Впоследствии он всю жизнь каялся, что так долго откладывал эту поездку. Но что делать? Оплакав мать и побывав в деревнях, где им так и не суждено было похозяйничать, Державины возвратились в столицу. Весь домашний скарб, перед тем понапрасну отправленный в Казань, теперь они привезли обратно. Приготовление к переезду в Ланецкую губернию отняли много времени и труда. Надо было расплачиваться с долгами и многим обзаводиться. К тому же Державин, погорячившись, взвалил на себя расход и вовсе лишний и непосильный. Видя, что на оборудовании губернаторского дома и будущих присутствных мест казна дает мало денег, вздумал он чуть ли не все оборудовать на свой счет и закупил груду мебели. Ради этого влез он в новые долги да еще заложил Женины серьги. Заветная табакерка подарок Филиции тоже пошла в проценщики. Наконец все было улажено, вещи и мебель отправлены водою вперед, а в начале октября, откланившись государыне у нее в кабинете, тронулся в путь и державе. Он ехал целым обозом, везя с собой не только слуг, но и набранных в Петербурге чиновников, в том числе секретаря Грибовского. Узнав об его отъезде, Вяземский произнес пророчество, столь же странное по форме, сколь и по содержанию мрачное. «Скорее черви полезут по моему носу, сказал он, нежели державин долго просидит губернатором». Губернаторство, хотя бы Оланецкое, имело в себе много привлекательного для державина. По службе то было несомненное повышение, деятельность она сулила живую, разнообразную, наконец, открывала доступ к тому, что державин считал как бы своим призванием к прямому насаждению законности там, где до ныне о законности имели всего менее понятие. Работы предстояло много, но труд никогда его не отпугивал. По сравнению же с Петербургом, где жил он слишком пестро, где волнения сменялись волнениями, глуша Лонецкая рисовалась ему местом отдыха. Одиннадцать лет тому назад поскакал он на усмирение Пугачева и с тех пор не видал ни единого дня покоя, да и раньше покоя было немного. Он мечтал о жизни патриархальной, отданной трудам служебным и поэтическим. Что до глуши, расчет оказался верен. За восемьдесят лет до того при впадении реки Лососинки Ванежское озеро был построен Петром Великим артиллерийский завод. Постепенно оброс он домишками, образовалось селение, у которого поначалу даже имени своего не было, так оно и звалось Петровским заводом. Только в 1777 году оно было объявлено уездным городом Петрозаводском, а теперь превращалось в губернский город, новоучрежденный Аланецкой губернией. Населяли его купцы, мещане да разночинцы, а всего жителей обоего пола считалось три тысячи. Вокруг на огромном пространстве до самого Белого моря дремучие леса до скалы, поросшие соснами, до непроходимых болота и тундры. Зимой здесь почти не бывает дня, летом ночью. По тундрам текут прозрачные светловодные реки, порой они образуют озера или кипучими водопадами свергаются со скал вниз. Реки обильно рыбою, а леса зверьем. Летом над тундрой тучами носятся мушкара, зато людей мало. На 136 тысяч квадратных верст всего 206 тысяч жителей лапланцев, карелов, русских, по большей части раскольников. Это выходит по полтора человека на квадратную версту. Селения редкие, а уездных городов и всего четыре. Аланец, Вытигра, Каргополь, да Повинец. Дорог большей части нет никаких, по болотам до тундрам летом проезда нет, вовсе ездят только зимою и то гусем. Несколько зданий в Петрозаводске именовались каменными, на самом деле были они деревянные и лишь снаружи обложены кирпичом, и они принадлежали казни. В одном из них Державин и поселился. Все было одноэтажное, длинное, плоское, как пирог строение с одиннадцатью окнами по фасаду. По бокам, несколько отступя в глубину, стояли два флигеля. Все это было обнесено полисадником и выходило на широкую немощеную улицу, похожую на площадь. Перед домом стоял фонарь, окруженный заборчиком, и две коновизи. Больше никаких монументов в городе не было. В другом подобном же здании жил генерал-губернатор. Нужно принять во внимание, что в ту пору губернии были соединяемы по две и по три в так называемые наместничества. Во главе наместничеств стояли наместники или генерал-губернаторы, которым было подчинено соответствующее число правителей наместничеств, иначе просто губернатор. В состав Оланецкого наместничества вошли две губернии Оланецкая и Архангельская. Одновременно с назначением державина в Оланецкую губернию некий Ливен был назначен губернатором в Архангельскую, а генерал-губернатором над ними обоями поставлен Симофей Иванович Туталнин. Резиденцию свою он имел в Петрозаводске и к приезду державина уже находился там. Туталнин был немногим старше державина. Некогда он служил в военной службе, но лет девять тому назад перешел в штатскую, имея, впрочем, Георгиевский крест, залихую кавалерийскую атаку против турок. Он не лишен был способностей, но несчастье его характера составляли транжирство и фанфаронство почти безумное. Отсюда проистекли какие-то осложнения, заставившие его покинуть полк. Был он сумским гусаром. Покровительство Румянцева привело его в Тверь. Сперва вице-губернатором, потом губернатором. Он что-то перетранжирил. Его перевели на место не столь видное и дорогое как Тверь в Екатеринославле. После пятилетнего пребывания в Екатеринославле он был назначен Аланецким наместником. Северной глуши средь забытого Богом и людьми, частью полудикого населения, привыкшего круглый год питаться рыбкою, репушкой, дозловонной и соленой пальей, Туталнин вообразил себя не только представителем императрицы, но, как бы и вовсе, императором. Он окружил себя почестями, едва ли не царские. При выездах его сопровождали отряды, сформированные им кавалерией. Собою привез он целую свиту из офицеров, которые ослепляли лапланцев великолепием своего убрана. По Кетрозаводским улицам засновали их щегольские кареты, хотя в четверть часа можно было пешком пересечь город из конца в конец. По вечерам генерал-губернаторский дом сиял светом и гремел музыкой. Туталмин устраивал балы подборную церемонию. В главной зале он воздвиг императорской троне. Обельные дни, когда приглашенные к обеду сидели за большими столами, Туталмин обедал отдельно у подножия трона. Хорошо еще не на троне. Державину это все показалось просто дурачеством, но отношения между ним и наместником сложились хорошие, ежедневно они посещали друг друга с женами, поскольку встречались они не в должности, Державин добродушно сносил почти несносную гордость и превозношение Туталмина. Когда настала пора открывать губернию, Туталмин растянул торжества на целую неделю. Были молебны, проповеди, колокольный звон, пушечная пальба, наместник устраивал пиршество и произносил речи с высоты трона. Состоялось даже народное угощение на площади. Наконец, 17 декабря были открыты новые учреждения и произведены выборы из дворян, городских жителей и крестьян, члены губернских и уездных присутственных мест. Аланецкая губерния стала быт. Но первый день губернии стал последним днем мира. Пределы власти не были в точности разграничены между губернатором и наместником. Их служебные отношения не были определены ясно. Ответственность по управлению губернией лежала на губернаторе, который в действиях своих отчитывался перед высшим правительством. Казалось бы, при таком построении власти существование наместника излишне. Меж тем, ему вверен был общий надзор за административными и выборными учреждениями. Оказывалось даже, что из этих учреждений одни как будто более подчинены наместнику, другие же губернатору. В конце концов, и те, и другие зависели от каждого в отдельности и от обоих вместе. К самый день открытия губернии Суталмин прислал губернатору новый канцелярский обряд, то есть постановление о производстве дел во всех учреждениях. Обряд настолько затрагивал соотношение учреждений, даже существо дел, что сам собой превращался в книгу законов, изданных наместником и императорской властью неутвержденных. Эту книгу Таталмин составил еще в Екатеринославле. В ней попадались распоряжения дельные, но были незаконные и просто нелепые. Например, директору экономии предписывалось подавать годичные ведомости о насаждении лесов. Для Екатеринославской губернии это было хорошо, но в Ланецкой леса и без того были непроходимы. Державин, впрочем, не стал особенно разбираться. Большинство туталминских распоряжений клонилось к превращению административной власти в судебную и законодательную. Это был именно тот произвол, который Державин почитал величайшей российской язвой и которого искоренение ставил себе целью. Часу немедля он кинулся на дом к Туталмину и, что называется, ткнул ему в нос в Екатерининский указ 1780 года о том, чтобы никто из генерал-губернаторов не делал от себя собственно никаких установлений, но всю власть звания своего ограничивал в охранении наших постановлений. Туталмин затрясся и побледнел. Вероятно, таков же стоял перед ним и Державин. В ту минуту поняли они оба все отчаяние своего положения. Державин увидел, что несчастьем его губернаторства будет борьба с самоуправством наместника. Туталмину уже открылось, что Державин отравит ему все упоение власти. Война началась. Державин вначале одержал две победы. Первую, когда сам Вяземский принужден был эллигически написать наместнику «Чего любезный друг в законах нет, того исполнить не можно». Вторую, когда Туталмин ездил в Петербург жаловаться на Державина Вяземскому и вернулся ни с чем, потому что Державин успел через безбородку пожаловаться самой государыне. Каждый раз после боя наступала «Краткая передышка». Во время второй Туталмин вздумал переменить тактику и оружие. Чиновничье население Петрозаводска было, можно сказать, вполне классическое. Все эти советники, прокуроры, заседатели, экзекуторы, судьи были предками тех, коим суждено было через 50 лет явиться в творениях Гоголя. Державин со своими гражданскими добродетелями был им непонятен, а то и смешон. Видя рознь между Туталминым и Державиным, они очень скоро перестали его бояться. Знали, что чем крепче досадят губернатору, тем вернее найдут защиту и покровительство у наместников. Они совсем потеряли к нему уважение, будучи изо дня в день свидетелями придирок, привязок и оскорбительных выходок, которые разрешал себе Туталмин даже и при купечестве. Дошло до того, что некоторые присутственные места отложились от губернатора и признали над собой единственную власть наместника. Совершилось это не сразу и не открыто, а постепенно, путем мелочного противодействия по каждому отдельному поводу. Державин не мог каждый раз прибегать к защите сената, в котором к тому же сидел Вязницкой. Таким образом, учреждения, сохранившие верность Державину, были как бы парализованы. Борьба наместника с губернатором перешла в борьбу между учреждениями и чиновный Петрозаводск оказался разделен на два лагеря. Впрочем, даже и в своем собственном Державин не чувствовал себя вполне господином, ибо Туталмин путем разных изворотов присвоил себе исключительное право перемещения чиновников и представления их к наградам. Понятно, что после этого сердца склонились к наместнику. Державину оставались верны лишь немногие. Он был окружен врагами тем более опасными, что они действовали приказными каверзами, увертками, ерихонскими крючками, каких его прямой ум не мог, да и не хотел предвидеть, гнушался ими. Борьба с каждым днем становилась противнее и подлее. На Державину наседали. Каждое слово его, каждое приказание вызывали то грубое противодействие, то уклончивую волокиту, подвох, клевету, сплети. Одна история не успевала кончиться, начиналась другая. Покуда Державин вел бесконечную прю с губернским прокурором Грейцем, одним из бесчисленных подлипал наметника, секретарь Сафонов донес о каких-то неблагопристойных поступках советника губернского правления Соколова. Соколов обозлился и перестал ходить в должность. Державин велел его освидетельствовать, потому что он ссылался на болезнь. Штаб-лекарь, рач, по научному исследованию определил у Соколова геморрой и зубную боль. Но советник казенной палаты Шишков в собрании чуть не всего городского общества стал божиться, будто на соколовском теле найдены синяки от побоев, нанесенных державином. Сам Соколов наконец заявил, что никаким побоям не подвергался, но ему уж никто не верил. По каждому поводу слухи, суды и пересуды цепляясь один за другой перевирались и размножались по городу. Нельзя уже было разобрать, что ложь, а что правда. Настало лето. Вдушные белые ночи Державин томился бессонницей и тяжелыми мыслями, зато жизнь дневная казалась противным сном наяву. Воздух наполнился болотной мошкарой. Наконец, как водится в страшных снах, из толпы человечьих призраков высунулась косматая морда зверя. Медведь появился. Он появился в Верхнем Земском суде, сидел в председательских креслах и лапу, обмокнутую в чернила, прикладывал к листу белой бумаги, которую подносил ему секретарь для скрепы. То есть, быть может, лапу и не прикладывал, и секретаря тут не было, может быть, даже и медведя не было, а был маленький медвежонок. Но в городе говорили, будто большой медведь, и сам губернатор посадил его в кресло. Разобраться тут нелегко, но вот, что во всяком случае достоверно. 10 мая на Фоминой неделе заседатель Верховного Земского суда, бывший артиллерии поручик Молчин, поутру шел в должность. Присутствия в тот день не было, а председатель суда Туталмин, двоюродный брат наместника, находился в отпуске. Молчин поэтому шел не спеша. Поравнявшись с губернаторским домом, увидел он полисадник, наверное, знакомого медвежонка, который принадлежал ассессору Аверьянову, жившему у губернатора во флигеле. Зверь был ручной, узнал Молчина и пошел за ним. Поручику это показалось забавно. Придя в суд, объявил им чиновникам о прибытии нового члена Михаила Ивановича Медведева и спустил медвежонка в комнату. Шутка успеха не имела, гостя прогнали палкой. Тут бы делаю кончиться, но семейство Туталмины вернулось из отпуска и молва тотчас известила их о событии. Уверяли, что по приказанию Державина медведь был посажен на председательское место и прикладывал лапу свою к бумагам. Младший Туталмин, худо грамоте знавший, усмотрел в этом намек, пасквиль и персональные себе оскорбления. Заварилось дело, полетели бумаги от наместника к губернатору и обратно. Восьмого июля Державин в конец измученный писал безбородки. От всех нелепых привязок у меня голова вскружилась. Тимофей Иванович дневными своими предложениями в наместническое правление произвел не только ко мне от всех отвращения, но, можно сказать, благопристойный бунт. Только и знаю, что делаю отражение, не выходя из пристойности. Насколько ни будь в отдохновение еду на будущей неделе осматривать губернию или коможно далее в лапские погосты. Изведите из темницы душу мою. Он выехал 19 июля в сопровождении секретаря Грибовского и экзекутора Николая Федоровича имена. Это был молодой человек небеспособности, склонный к поэтическим упражнениям, но чрезвычайно обидчивый и непрестанно занятый обереганием своего достоинства. План путешествия был намечен лишь в общих чертах. Предполагалось посетить берега Онежского озера и местности, лежащие от него к востоку в направлении Пудыжа, Каргополя и Вытигра. Тронулись путь водою, причаливая к пустынным рыбачьим островам или подымаясь по речкам, которыми я забил и северные глубоко изрезанные берега озера. Мы сами из водок пересаживались на коней и ехали верхами. Так посетили кончезерские заводы. Потом, на третий день путешествия, пробравшись к деревне Вороновой, стали от нее подыматься вверх по течению Суны. Река мелка и порожисто ехали в маленьких лодочках среди скалистых изменчивых берегов. Проплыв в версты три, увидели, что река покрывается пеной. Лес в этом месте подходит к самой воде, и под зыбким сводом навивших над ней сосен Суна течет не спеша вся белая. Чем дальше плыли, тем обильнее становилась пена. Окаймляя берег, она целыми шапками оседала на его камнях. По этой млечной реке плыли версты двер, потом услышали вдалеке гул и грохот, а справа над берегом увидели как бы дым. По мере приближения он сгущался, а шум становился громче. Проплыли еще сверсту, и там, где река круто сворачивала направо, причалили. Выйдя на берег, поднялись в гору, пересекли небольшую луку и увидели водопад. Зажатый в ущелье нещерных отвесных скал, Кивыч тремя хаотическими уступами падает на четвертый, откуда всем изобилием своих вод низвергается еще раз с восьми сожженной высоты. От удара вода разбивается в брызги, в пену, и с толпами стеклянной пыли бьет ввысь. Солнечные лучи играют в ней радугой, гигантские сосны, растущие возле берега, до самых вершин ей увлажнены. Эмин важно записал в путевом журнале. Чернота гор и седина бьющей шумом и пенящейся воды наводят некий приятный ужас. Державин велел на вершине срубить сосну и бросить ее в водопад. Через несколько минут выплыли из жерла одни обломки и щепы. Державин ушел от Кивыча потрясенный. Снова сев в лодке тем же путем пустились обратно и водопад еще долго провожал их стихающим ревом, потом только белизной пены, потом замедляя бег исчезла и пена. По тисой прозрачной реке выплыли в светлый простор о ней. В душе Державина Петрозаводские дрязги уже уступали место иным, более возвышенным впечатлениям. Но козни Туталмина преследовали его по пятам. Когда осмотрев славные мраврные ломки на реке Тивги, путники переплыли Онерское озеро и прибыли в Пудыш, их там ожидало приказание наместника ехать на крайний север губернии, чтобы открыть город семи. В летние месяцы проникнуть туда сухим путем невозможно. Окружающие болота вовсе непроходимы. Надо б на забирать восточнее, на Сумский острог, и оттуда плыть белым морем. Но в июле и в августе, когда уже начинается сильный ветер, никто при тогдашнем состоянии судоходства на такое путешествие не отваживался. Туталмин рассчитывал, что Державин откажется от поездки, и его можно будет лишний раз обвинить в неповиновении. Но Державин поехал. По Онежскому озеру и его берегам добрались до самого Повенца. Дорогою посетили древний монастырь на острове Полье, побывали во многих скитах раскольников беспоповцев, видели замечательные свидетельства разврата, обмана и беззакония, так же, как прямой веры и великого подвижничества. Тут, между прочим, Державин издал секретное распоряжение о недопущении раскольников сжигать самих себя, как часто то они из бесноверия чинили. Отдохнув в Повенце, двинулись дальше к северу, то в маленьких челноках, то верхами, пробирались лесными чащами, где стоял грибной дух, и бродили медведи, олени, лоси, пересекали болота, поросшие вереском клюквой, морожкой, перевалив гору Масильгу, стали спускаться к Белому морю. Переплыли львык озера, на котором дважды настигала их буря, и, наконец, прибыли в Сумы. 19 августа на шестивесельных лодках, управляемых лопарями, пустились по морю. От Сум до Кеми 95 верст, плыли держать берегов, как делали древние мореплаватели. В Кеми, по уверениям Туталмина, были уже заготовлены присутственные места и канцелярские служители. Державин ничего этого не нашел. На силу-то удалось отыскать священника, его привезли с какого-то острова, где он косил сено, обошли селение, окропили его святой водой и послали в сенат и сенот донесение об открытии города Кеми. Соловецкие острова лежат против Кеми в шестидесяти верстах. Державин задумал их посетить, но попал в полосу бури и едва не погиб. Имины Грибовские уже лежали без чувств на дне лодки. Грибцы выбились из сил и пали духом. Наконец лодку чудом выбросило на голую скалу посреди моря. Тут путники провели ночь и утром вернулись обратно, не побывавши на Соловках. От Кеми началось возвращение в Петрозаводск. Описали большую дугу на Каргополь и Вытигру, проезжали деревни и села, где иконы и женские одеяния унизаны речным жемчугом, где справляются еще древние языческие обряды, где поются былины про Микулу Селениновича. 13 сентября Державин вернулся домой, ознакомившись с краем и освежив душ. В Петрозаводске все было по-прежнему. Тут Алмин сумас бродил, город утопал в дрязгах, дело о медведе оказалось доведено до сената, в общем собрании которого Вязинский кричал не своим голосом. Вот, милостивцы, как действует наш умница стихотворец, он делает медведей председателем. Целый месяц Державин писал в Петербург объяснение и рапорты, оспаривая наместника и умоляя прекратить дело, которое может быть только поводом к смеху целой империи. Фенат, несмотря на Вязинского, положил дело под сукно. Тут Алмин между тем не сдавался и слал в Петербург донос за доносом. Они доводили Державина до отчаяния, которого он не умел скрывать. Тут Алминская партия, а к ней принадлежал почти весь город, чувствовала, что одолеваясь, что Державин вот-вот погубит себя какой-нибудь выходкой. Вдруг обнаружилась в нем непонятная перемена. Он стал спокоен и словно чему-то легонечко улыбался. Улыбаться, однако же, было как будто нечему. Как раз в конце октября он узнал, что в приказе общественного презрения, где Грибовский исполнял должность казначея, не хватает тысячи рублей наличными, да сверхтого нет расписок в получении купцами семи тысяч, которые были им розданы взаимообразно. Канцелярская сторона была так обставлена, что при желании можно было и самого Державина обвинить соучастием. Кто бы усомнился, что как только история обнаружится, то Талминская партия сумеет ею воспользоваться. Державин потребовал от Грибовского объяснений. Тот покаялся, что выдавая суды купцам, не брал с них расписок, при условии, что они распишутся после, когда будут возвращать деньги. Суды таким образом становились как бы бессрочными. За это Грибовский получал взятки. Что же касается тысячи им лично растраченной, то Грибовский признался, что проиграл ее в карты, ведя игру с вице-губернатором, губернским прокурором и председателем уголовной палаты. При других обстоятельствах Державин, конечно, отдал бы казначея под суд, но теперь ему было некогда ждать судебный разгляд. То, что случалось в Петрозаводске, представлялось ему дурным сном, и, исходя из этого, он придумал закончить дело особым и странным образом. Он заставил Грибовского тут же, не сходя с места, письменно изложить все признание с поименным перечнем, что и кому проиграно. Это было 27 октября в седьмом часу вечера. Отпустив Грибовского, Державин тотчас вызвал к себе вице-губернатора, тот явился. Самым дружеским видом Державин поведал ему о растрате и просил совета, как поступить. Вице-губернатор стал важно читать Державину наставления, бронил Грибовского и требовал, чтобы поступлено было по всей строгости закона. Тогда Державин дал ему прочитать признание Грибовского. Увидя имя свое между игроками, вице-губернатор сначала взбесился, потом обрабел и в крайнем замешательстве уехал домой. Затем был призван председатель уголовной палаты и с ним все повторилось точь-в-точь как с вице-губернатором. До губернского прокурора очередь дошла уже ночью, но прокурор был не так-то прост. Он не испугался, а заявил, что даст делу ход, то с тем и уехал. Наутро Державин отправился в приказ общественного презрения, велел привезти купцов и, грозя немедленную тюрьмой, заставил их выдать расписки на все семь тысяч. Документы были привезены в порядок, а недостающую тысячу Державин внес из своих денег. Вернувшись к себе в правление, он уже там застал прокурора. Тот явился с формальным протестом против действий губернатора, призвавшего его ночью и пугавшего бумагой, которой он был облыжно замешан в кортежное дело. Но тут, вероятно, прокурору показалось, что губернатор сходит с ума. Державин решительно объявил, что никогда его ночью не вызывал, никакие деньги не пропадали, и все это, очевидно, прокурору приснили. Если же он сомневается, то может побывать в приказе общественного презрения и лично во всем убедиться, освидетельствовав казну и книги. Прокурор помчался в приказ и вернулся оттуда в крайнем смущении. Теперь уж ему казалось, что сходит с ума он сам. Тем временем собрались чиновники губернского правления. Державин при всех вернул прокурору его бумагу и еще раз подтвердил, что все бывшее только сонная греза, которая всем привиделась. Потом приказавши подать шампанского он наполнил бокалы и попросил присутствующих пожелать ему счастливого пути. Шампанское выпили и губернатор с супругою в тот же день отбыл из города для обозрения двух уездов, которые ранее не были им осмотрены. Вслед за тем произошло событие чрезвычайное. Аланецкий губернатор, действительный статский советник Державин, отбыв для осмотра губернии исчез и не возвращался более. Никто не знал, где он и что с ним, повергнув в крайние недоумения самого наместника и все чиновничество и все общество Петрозаводское, губернатор растаял, как сонная греза. В последнее время он был потому так спокоен, что, тайно схлопотав себе отпуск, решил отправиться не в уезды, а в Петербург и уж больше не возвращаться. Заканчивая дела, он уже представлял себе, каково будет всеобщее изумление, когда он исчезнет. В этой необычайной затее было, конечно, много не только юмора, но и поэтического воображения. Лишь поэту могло прийти в голову разыграть Аланецкую действительность как венецианскую комедию и превратить отъезд губернатора в исчезновение волшебника. Должно, однако, взглянуть на дело и с другой стороны. Предсказание Вяземского сбылось, Державин и году не просидел губернатором. Вяземский не умом, которого у него было мало, но просто хитрость и опытом, которых у него было вдоволь, предугадал очень верно, что при взглядах Державина и при его характере на губернаторстве ему предстоит неизбежная борьба и столь же неизбежное поражение. Это не потому, что Державину предстояло столкнуться именно с Тутолминым. Будь на месте Тутолмина кто угодно из тогдашних администраторов, все равно. И самое столкновение, и его исход были предрешены. Так и вышло. Державин, выражаясь его же слогом, дом кишотствовал собой десять месяцев и оказался не только побежден, но и смешон, потому что его волшебный отлет из Петрозаводска при переводе на язык прозаический был ничто иное, как бегство. Конечно, Державин боролся во имя закона, и закон всегда, или почти всегда, был за него, потому-то в открытых боях с Тутолминым он и не был разбит ни разу, но его взяли измором. Силы его иссякли и не могли не иссякнуть, ибо на его стороне была правда, а на стороне противников вся грубая сила тогдашнего российского быта. В борьбе за закон у Державина не было опоры ни в обществе, ни в самом правительстве. Законы писались даже усиленно, но как-то само собой подразумевалось, что исполняться они должны лишь до известной степени и по мере надобности преимущественно дворянской. Не отрицалось, что законы гораздо лучше исполнять, нежели не исполнять, но одному лишь Державину их неисполнение казалось чем-то чудовищным. Нарушителей закона никто прямо не поощрял, но и карать их у власти охоты не было. Державин этого не хотел взять в толк. Кидаясь на борьбу с нарушителями закона, он всякий раз был уверен, что щит Екатерины делает его неуязвимым, отчасти оно так и было, но тот же щит покрывал и его врагов. Выходило, что Минерва российская равно благоволит и к правым, и к виноватым, и к добрым, и к злым. Почему? Вот загадка, которую Державин не только еще не решил, но и не поставил перед собой открытым. Кажется, он не отваживался об этом думать, однако негодование порой душило его, и он давал волю чувству. В одной из таких минут, уже лет пять тому назад, он переложил в стихи восемьдесят первый псалом. Писал далеко, отступая от подлинника, подражая, а не переводя. Пьесу тогда же отдал Санкт-Петербургский вестник. Ее было напечатали, но тотчас же и вырезали из книжки. Издатели испугали. Теперь Державин все написал ссызного, но не смягчая, а напротив, усиливая. Пять лет недаром прошли. Вместе с силою поэтической возросла в нем и ярость. Тогда он более световал, теперь обличал. Восстал Всевышний Бог досудит земных богов воссон их. Доколь рек, доколь вам будет щадить неправедных и злых, ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать, без помощи, без обороны, сирот и вдов не оставлять. Ваш долг спасать от бед невинных, несчастливым подать покров, от сильных защищать бессильных, исторгнуть бедных из оков. не внемлют, видят и не знают, покрытым сбою очеса, злодействы землю потрясают, неправда зыблет небеса. Цари, я мнил, вы боги властны, никто над вами не судья, но вы, как я, подобно страстны и так же смертны, как и я. И вы, подобно так, падете, как с древ увядший лист падет, и вы, подобно так, умрете, как ваш последний раб умрет. Воскресни, Боже, Боже правых, и их моленью внемли, приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли. Державин добился того, что эти стихи, которых не решались печатать в их прежнем виде, были напечатаны в новом, более резком. Ссылка на подражание псалму могла бы служить надежным прикрытием, но Державин зачеркнул старое заглавие Псалом восемьдесят первый и сделал новое, свое собственное, властителям и судиям. Такова была его прямота. Он знал, что пьеса возникла в сущности не из чтения Библии, но из созерцания России. Дело все в том, однако, что эти стихи выражали не всю полноту и не самую глубину его чувств. Глубже гнева и вопреки самой логике, равно не подвластное доводам чувства, как и рассудка, в нем по-прежнему коренилась упрямая вера в Екатерину, добродетельную монархиню, окруженную злыми сановниками. Эта вера и оставалась главным двигателем его поступков. В Петербурге стал он добиваться нового губернаторства и добиваться. Поэт, посетивший Тамбов мимоездом ровно через пятьдесят лет, нашел, что в нем есть три улицы прямые и фонари и мостовые, в нем здание лучшее острог. В марте 1786 года, когда прибыл туда Державин, ни острога, ни мостовых еще не было. Город, расположенный в котловине и окруженной болотами, утопал в грязи. Строения были самые жалкие, сплошь деревянные. Большую часть жителей составляли однодворцы. В отношении торговом Тамбов, хоть и губернский город, стоял ниже окружающих его уездных. Но все-таки население его было трое больше, чем в Петрозаводске. Карелы да чуть не бродили по его улицам. В окрестностях были недурные поместья. Губерния существовала всего шесть лет, но губернаторы в ней то и дело сменялись. Державин был уже пятый. Дела находились в крайнем неустройстве, предстояло все старое привести в порядок и учредить много нового. Державин ревностно принялся за работу. Наместник Гудович имел пребывание в Рязани и отчасти благодаря этому Державин сразу почувствовал ту свободу, которая нужна была его рвению. Несколько посмотревшись на новом месте, Екатерина Яковлевна писала капнисту «Начальник очень хорош, кажется, без затей, не криводушничает, дал волю Ганюшке хозяйничать, теперь совершенный губернатор, а не панамарь». Державин радовался и сам. Я здесь против Петрозаводска душевно и телесно воскрел. Всего Державину суждено было прожить в Тамбове с марта 1786 по конец 1788 года, то есть три года без малого. Из них первые полтора ознаменованы трудами разносторонними и успешными. Не имея правильной подготовки, он обнаружил за это время несомненный административный дар, желание вникнуть в местные нужды и обстоятельства, умение действовать смело и широко, но обдуманно. Теперь он доказал, что причиной его оланецкого бездействия были препятствия, чинимые тутолменными. Путем привлечения опытных чиновников из столицы было ускорено и налажено делопроизводство присутственных мест, с той же целью открыта губернская типография. Из Петербурга выписаны печатные экземпляры указов и прочих узаконений. По этому поводу Державин писал одному знакомому «В здешней губернии великий недостаток в законах. Безызвестно, были ли они когда здесь в употреблении». По части финансовой он добился исправности в сборе податей и недоимок, искоренил во многих местах беспорядочное хранение казны, увеличил доходы приказа общественного презрения. В губернии были проложены дороги, наведены мосты и приняты меры к развитию судоходства по реке Сне. В городе были исправлены старые казенные постройки и возведен ряд новых, отчасти даже кирпичных. Наконец, движимые своим постоянным, непоказным, но деятельным человеколюбием, Державин озаботился устройством таких учреждений, самая мысль о которых не приходила в голову его предшественникам. Положено было начало сиротскому дому, богодельни, больницы, дому для умальшенных. Тюремные здания, где преступники содержались бесчеловечно, были улучшены, и ужасное положение колодников облегчено. За это начальство выразило Державину род некоторого неудовольствия. Но всего более забот и усилий Державин затратил на постановку учебного дела. Два рассадника просвещения существовали в Тамбове, духовное семинарие для детей духовенства, а для всех прочих сословий гарнизонная школа, выпускавшая круглых мелочи. Открытие училища было давно предположено правительством. Существовала лачуга для того предназначения, существовал даже гарнизонный школьник Севастьян Петров, уже два года получавший пособие в качестве будущего преподавателя. Но дальше этого дело не двигалось. Державин быстро добился того, что четырехклассное училище с обширной и по тому времени хорошо составленной программой было открыто. Для него куплен дом и выписаны учебные пособия, книги, тетради, прописи, ландкарты, аспидные доски, грифели, карандаши, даже физические приборы. Подысканы были учителя. Петрова по проверке его познания пришлось зачислить учеником, а не учителем. Наконец, кроме губернского училища, были открыты еще и уездные козлови, лебедяне, шацки, елатьми и маршанцы. Высшее общество тамбовское не чуждалось просвещение, хотя, разумеется, простаковые и в нем преобладали над стародумами. Державины завели знакомство и зажили на широкую ногу. Их дом, обставленный новой софьяной мебелью, фортепианами, бильярдом, стал тамбове самым блистательным. В нем устраивались приемы, балы и обеды симфонической музыкой. В городе нашлись два крепостных оркестра. Из Малороссии целыми пудами Державиным слали варенье и конфеты. Из Петербурга партии Винн. 28 июня 1786 года в день восшествия на престол Екатерины Второй и по случаю приезда наместника был устроен праздник. Сперва шло сочиненное Державиным аллегорическое представление. Род искусства ныне забытый и нам уже непонятный. Люди восемнадцатого столетия умели в нем находить пищу не только для глаз, но и для ума. Сцена собою представляла храм, являлись разные лучезарные фебы и гении, были гирлянды, шествия, юноши с венками и девы с цветочными кошницами. Все совершенно так, как в древних Афинах. Представление было разыграно местную благородную молодежью и закончилось балом с иллюминацией. Отсюда пошло начало театра, устроенного Державиным в губернаторском доме. Под руководством Екатерины Яковлевны девицы из общества шили и расписывали костюмы, разучивали свои роли, ставились французские оперы и комедии, а также трагедии Сумарокова, недороги. Спектакли имели такой успех, что спустя год Державин приступил к постройке особого здания для театра. По воскресеньям у губернатора были танцевальные вечера, по четвергам концерты. Сверхтого, для детей два раза в неделю происходил танц-класс. Выписан был танц-мейстер. Приятно распределяя время между трудами и удовольствиями, Державины благоденствовали. Несколько огорчало их только разлука с былыми друзьями. Вспоминались далекие дни петербургского поэтического содружества. Львов по-прежнему жил в столице, добрый бедный химницер тому назад два года умер, то ли от лихорадки, то ли от меланхолии, чуждой далекой Смирне, куда послан был генеральным консулом. Это место выхлопотал ему счастливый Львов. Копнист давно бросил службу, жил в своей малороссии на живописных берегах Псла, мечтал, хозяйничал и рожал детей со своей Сашенькой. Екатерина Яковлевна писала им «Милые наши копеньки, давно мы уже об вас ничего не знаем, а сами в Тамбове поживаем веселым веселехоньком. Кабы да вы к нам приехали, теперь близехонько, то-то бы мы навеселились, не Петрозаводску чета, если нельзя вместе с Александрой Алексеевной, то хотя бы один приехал». Апропо, вспомнила я, что я к вам послала еще в декабре месяце прекрасную корзиночку своей работы и с нашими силуэтами, которые в ней были в медальонах. Утешь, батюшка, приезжай к нам ради Бога. Петрозаводск неспроста здесь помяну. Державины не могли нарадоваться, что оттуда вырвались. Вот и теперь жена одного чиновника тамошнего писала Екатерине Яковлевне «Не вытерплю, чтобы не сказать, что у нас вышло самую заутренню праздника». После торжественных выстрелов директорша в церкви прибила куличом и зажгла свечою штаб-лекаршу и, вышитая из церкви, ругала подлым образом и по улице ехав, также ругала во всю мочь. Причина же вины бедной и хворой штаб-лекарши, та, что стало несколько впереди ее. Штаб-лекарь так огорчен, что хочет идти в отставку. Это история получше медведя, так что у нас, матушка, страшно ездить и в церковь. После Петрозаводска Тамбов мог и впрямь показаться вторыми афинами, однако же до поры до времени. Подобно Туталмино, Гудович был человек военный. Военные заслуги за ними числились, гражданских уже не было, но, в отличие от Туталмина, Гудович за ними не гнался. Этому роду деятельности придавал он немного значения, и, очутившись во главе наместничества, объединявшего Рязанскую и Тамбовскую губернии, не то, чтобы вовсе ничего не делал, но старался делать как можно меньше. Предоставляя Державину свободу действий, он ничем не жертвовал. Напротив, ему именно нужен был такой губернатор, на которого без опаски можно свалить работу. Отсюда и возникло то взаимное удовольствие, коим ознаменованы первая половина державинского пребывания в Тамбове. Представляя Державина к ордену, наместник свидетельствовал, что Державин всю губернию привел в порядок. И это была правда. Державин со своей стороны называл Гудовича благорасположенным, справедливым и честным начальником. Гудович Гудович не испытывал того сладострасти и власти, которое обуревало Путалмина. Однако ж, как все тогдашние администраторы, и он порою не мог устоять против искушений. Радости самодурства были ведомы и ему, хотя, быть может, даже менее, чем другим. К закону он относился вполне терпимо и даже доброжелательно. По тем временам один державин мог требовать больше. Но не пылая рвением к службе и охотно зверяя образы правления другим, в том числе державинам, он легко поддавался влиянию. А так как из влиятельных лиц не все хотели подобно державину тиять добродетелье, в Толстомбовской губернии можно было обманывать казну, как во всякой другую. Постепенно державин в том убедил. Когда он приехал из Петрозаводска в Петербург и стал просить нового губернаторства, за него при посредстве Львова хлопотали очень сильные люди. Граф Воронцов, Безбородко, теперь же тоже граф, тогдашний фаворит Ермолов, и отчасти даже потемки. При таких покровителях можно было добиться и не того. Екатерина согласилась. Державин по простодушию своему увидел в ее согласии знак нарочитого одобрения и доверия. Это еще более придало ему стойкости или упрямости. Тамбовский купец Бородин был плут. С помощью вице-губернатора Ушакова и генерал-губернаторского секретаря Лабы он сперва обманул казну при поставке кирпича, а потом получил винный откуп на таких условиях, что казне предстояли убытки в полмиллиона рублей. Державин тщетно указывал Гудовичу на Бородинские плутни. Зная или не зная истинную подоплеку дела, Гудович во всяком случае стал на сторону своих приближенных. Вскоре узналось, что путем ложного банкротства Бородин собирается учинить новое мошенничество. Не надеясь на силу доводов и боясь упустить время, Державин в обеспечение казенного интереса собственной властью наложил арест на Бородинское имущество. Покрывая Бородина, Ушаков склонил Гудовича жаловаться в Сенат. В Сенате Вяземский рад был насолить давнему недругу и на наместническое правление, то есть на Державину, был наложен штраф в 17 тысяч рублей. Не успело кончиться это дело, как возникло еще одно. В августе 1787 года Турция объявила войну России. Главнокомандующий Потемкин прислал в Тамбовскую губернии своего комиссионера Горденина закупать провиант. Казенная палата должна была снабдить комиссионера деньгами, но Ушаков, в ведении которого она состояла, в выдаче сумм отказал, имея в том свою выгоду. Этот отказ грозил снабжению армии замедлением, а казни убытками. Горденин обратился за помощью к Державину, из чего и поднялась буря. Подробности этой истории чрезвычайно сложны. Суть в том, что Державин, видя беззаконные приемы Ушакова, не удержался и сам отчасти прибег к тому же оружию, будучи по существу прав, но по форме бессилен перед увертливым противником, он кое в чем позволил себе нарушить канцелярский обряд и даже, быть может, несколько превысил свою власть. Этим тотчас воспользовались. Гудович, по обычаю покрывая вице-губернатора и будучи лично задет властными действиями Державина, уже 7 апреля 1788 года писал Воронцову и просил развода с Державиным, якопричиняющим беспокойство в делах и замешательство вместо должной по службе помощи. Свою недавнюю аттестацию он уже забыл. Соответствующие рапорты были посланы и в Сенат. 22 июня Сенат объявил Державину выговор. До этих пор провианское дело отошло как бы на задний план и началась просто борьба между губернатором и наместником. Обе стороны искали изобличить друг друга в упущениях и проступках. Все канцелярии были пущены в ход и, как прежде, в Петрозаводске в борьбу оказались вовлечены многие лица и учреждения. Город разделился на два лагеря, преобладали сторонники Гудовича и Ушакова. С тех пор, как положение Державина пошатнулось, его хлебосольство было забыто вместе с театрами и концертами. Глазам тамбовского общества губернатор представился странным, беспокойным, а может быть, и опасным человеком, заботиться о колодниках и умалишенных осначальством ссорить. Державины стали травить. Некая госпожа Чичерина, встретив Екатерину Яковлевну в гостях у помещика Арапова, наговорила ей колкости. Отвечая ей, Екатерина Яковлевна сделала неловкое движение и нечаянно затела противницу апохалом. На другой день весь тамбов говорил о побоях, нанесенных губернаторшею почтенной Дане. Поднялся такой шум, что предания об этой истории не умирали в Тамбове сто лет без малого. Ушаков, Лаба и еще кто-то из чиновников подстрекнули Чичеринах жаловаться императри. Жалобу сочиняли впятером, просидев над ней целый вечер. Гудович тем временем продолжал наступление на Державина. Нельзя отрицать, что последний, обороняясь, действовал заносчиво и давал поводы к новым обвинениям. Петербургские друзья, которым дело было виднее, предупреждали его, но он стоял на своем, ведя в борьбе с Гудовичем исполнение своего долга и по обычаю уповая на конечную справедливость Екатерины. В одном из тогдашних писем он говорит, «Иногда не безнужно иметь и врагов, чтобы лучше не сбиваться с пути закона». К ту пору написал он на смерть старой графине Румянцевой оду, которую закончил такими словами, «Меня ж ничто вредить не может, я злобу твердостью сотру, врагов моих честь кости сгложит, а я пи-ить и не умру». Как пи-ить он и остался бессмертным, но как губернатора дни его были сочтены. На основании рапортов Гудовича и под давлением Вяземского сенат представил императрице мнение об отрешении Державина от должности и о предании суду. Доклад еще не был утвержден, когда весть о нем дошла до Тамбова. Положение Державина стало невыносимо. Он был по собственному выражению загнан и презрен всем городом. Одно слово императрицы могло бы изменить его положение. Он просил с дозволения приехать в столицу. Ему было приказано проситься по команде, то есть через наместника. Гудович, конечно, не выпустил его из Тамбова. 18 декабря роковой доклад был конфермован, губернаторство кончено. В 150 верстах от Тамбова на берегу Хопра лежало красивое и богатое поместье по имени Зубриловка. Державина там не раз гостили у радушных и гостеприимных хозяев князя и княгинь Галития. Осенью 1788 года князь Сергей Федорович находился в армии, осаждавший Очаков. От него долго не было вестей, княгиня тревожилась и Державин, как не поглощен был своими делами, послал ей в ободрение стихи «Осень во время осады Очакова». Они не принадлежат к его лучшим созданиям, их видимое воудушевление таит следы принужденности. Державину было не до стихов. При отрешении от должности его взяли подписку о безвыездном пребывании в Москве, впредь до окончания дела, которого рассмотрение было поручено московскому сенату. Покинув Тамбов в самом начале 1789 года, Державин направился в Москву, но наперед заехал в Зубриловку и там оставил жену. Разлука в столь горестную минуту была тяжела для обоих, но она имела свои основания. Предстоящий суд очень страшил Державина. В конечном счете он почитал себя правым, да и был прав. Но за ним имелись кое-какие вины, следствие раздражения и горячей. Придраться было к чему, а кроме того он понимал, что приговор суда зависит не от одной правды, но еще более от того, чье влияние пересилит в Петербурге. Главный сыр-бор загорелся из-за потемкинского комиссионера. Естественно, было Державину искать защиты у того же Потемкина, к которому он и обращался по этому поводу еще до отрешения от должности. Перед лицом Потемкина было у него несколько ходатайов. Во-первых, Попов, Потемкинский делопроизводитель и наперсник, с которым Державин давно был в хороших отношениях. Во-вторых, тот самый Грибовский, которого он спас в Петрозаводске. Грибовский теперь состоял при светлейшем и рад был помочь своему благодетелю. Были и другие пути, но особливые надежды возлагались на княгиню Голицыну. Она приходилась Потемкину родную племяннику. Вот и жила теперь у нее Екатерина Яковлевна соломенная вдовольна и как бы живым напоминанием о деле. Впрочем, княгиня, женщина несколько экспансивная, старалась и без того, даже сверх всякой меры, так что однажды чуть было не повредило Державину. к племяннику. К племири она была чрезвычайно ласкова, но там училась и томилась, все думалось ей, что Державин в Москве недовольно усердствует по своим делам. «Не знаю, куда ты ездишь», писала она, «где что с тобою приключалось? Я думаю, что не грешно было бы каждый вечер прибавить строчку или две твоего похождения. Я бы была как будто нерозна с тобой, но теперь очень чувствую мое уединение. Я думаю, что ты ленишься своими выездами, мой друг. Теперь надо быть нелениву и стараться быть тут, где тебе нужно. Я не живу, праздну княгиня, и приезжание мое за шитьем беспредельно, ибо я работая размышляю о себе и не вижу, как от того поспешно моя идет работа. Я почти вышла уже к амзол князю Сергею Федоровичу, который, кажется, очень хорош вышелся. Княгинин курьер еще не бывал от светлейшего, она его ждет с нетерпеливостью, так, как и я, верный твой друг, твоих писем и твоей к себе доверенности, чтобы ты отнял меня право тебе пенять. Всего желает твоя Катюха. Потемкин пообещал сделать все возможное, но лишь когда вернется из армии, поэтому державин старался в Москве оттянуть дело. Между тем княгиня Голицына, взяв с собой Екатерину Яковлевну, отправилась в Петербург. Потемкин приехал туда в феврале. Просьбами о державине ему прожужжали уши, но был слух, что он скоро опять едет в армию. Теперь же приходилось торопить дело, чтобы враги не воспользовались отсутствием светлейшего. Наконец, 16 апреля суд начался, а 31 мая закончился. Видно, Потемкин сдержал обещание. Державин был по всем пунктам оправдан. Гроза миновала. Теперь было самое время Державину поразмыслить, можно ли и должно ли ему пытаться служить и словом, и делом. Иногда он хотел бросить службу, задумывался даже о том, уместен ли вообще среди того общества, которому судьба обрекла его. Недаром он год спустя писал государине, «Ежели бы не царствовала Екатерина Вторая прозорливостью своей в свете несравненная, которое меня спасает и животворит, и на которую я одну всю мою надежду возлагаю, то как Богу, вашему императорскому величеству исповедую, что должен бы я давно оставить мое офис. Екатерина смотрела на вещи трезвом. За поэзию державина она еще могла допустить какие-то высшие побуждения, но за службой конечно нет. Несравненные прозорливостью немало удивилась бы, если бы вдруг ей сказали, что служба державина вдохновлена той же мыслью, что и поэзия. Еще более она была бы изумлена, когда бы узнала, что, буйствуя в службе, державин своей союзницей почитает ее, добродетельную монархиню, провозгласительницу наказа. Об этих буйствах императрица была наслышана. Их вдохновительница и почитала она, такова насмешка судьбы, никого иного, как Матрёну Дмитриевну Бастидонову, подписывая сенатской указ и придавая Державину суду, Екатерина сказала, он стихотворит, и легко его воображение может быть управляемо женою, коей мать злобна и ни к чему не годна. Она, впрочем, была довольна, когда суд оправдал Державину, по этому случаю перечла Фелицу и велела сказать Державину, что Дия Величеству трудно обвинять автора оды к Филипсу. Это его утешит. И, кроме того, можно найти ему место. Утвердив приговор, она приказала гофмаршалу представить Державину. Тот явился в царской. Екатерина дала ему поцеловать руку и с улыбкой сказала присутствующему, это мой собственный автор, которого притесняли. Такие фразы предназначены передаваться из уст в уста. Все были восхищены, но и притеснители не могли пожаловаться, они не услышали ни одного упрека и сохранили места свои, а Державин как был отстранен от должности, так и остался. Правда, придворные политики предсказывали ему нечто хорошее, но он не очень надеялся. На сердце у него было смутно. Возвращаясь в Петербург, размышлял он сам в себе, что он такой, виноват или не виноват, в службе или не в службе. Ему перестали выплачивать жалования, дело не в деньгах, но это был худой знак. Больше всего его мучило, что сенатский приговор касался почти только его служебных сношений с Гудовичем. Он же хотел доказать императрице и государству, что он способен к делам, не повинен руками, чист сердцем и верен в возложенных на него должностях. Поэтому он решил сопросить особой аудиенции по делам Тамбовской губернии. Александр Васильевич Храповицкой делал карьеру свою умно и спокойно. Теперь он уже состоял при императрице по собственным ее делам и у принятия прошения. Каждый вечер кратко, но дельно записывал он в дневнике, чему был свидетелем в минувший день. Первого августа в среду в девять часов утра Державин приехал в Царское. Под мышкой унес он огромную переплетенную книгу, всю переписку с Гудовичем и другие бумаги. Храповицкий провел его в Леонскую залу. Здесь арабел Державин и рассудил за благо оставить на столе свою книгу. Затем коммердинер вбел его в китайскую комнату. Государина дала ему руку, поцеловав, благодарил он за правосудие и просил до изволения изъясниться по делам губернии. Она спросила, почему этих объяснений он не представил в Сенат. Было бы против законов, о том меня не спрашивали. Для чего же ты прежде о том мне не писал? Я писал. Мне объявлено генерал-прокурором, чтобы я просился через генерал-губернатора, а как он мне неприятель, то не мог сего сделать. Но не имеете ли в нраве вашем чего-нибудь строптивого, что ни с кем не уживаясь? Я служил самого простого солдатства и потому знать, умел повиноваться, когда дошел до такого чина. Но для чего, подхватила императрица, не поладили вы с тут льмины? Он издал свои законы, а я присягал исполнять только ваши. Для чего женюжился связем с кем? Государы, вам известно, что я написал одухи лиц. Его сиятельству она не понравилась. Он начал насмехаться надо мной, явно ругать и гнать, придираться косякой безделице. То я ничего другого не сделал, как просил об увольнении службы и помилости вашей отставленной. А для чего же не поладил с Гудовичем? Интерес вашего величества, о чем я беру дерзновение объяснить вашему величеству, и ежели угодно, то сейчас представлю целую книгу, которую я составил там. Тут он собрался отправиться в соседнюю комнату, но Екатерина остановила его. Хорошо, поздно. Он догадался подать ей краткую записку по делам Тамбовской губернии. Она его отпустила, вновь пожаловав руку и пообещав дать место. Вечером Храповецкий записал в дневнике, провел Державина в Китайскую и ждал в Лионской, и далее слова императрии. Я ему сказала, что Чин Чина почитает. В третьем месте не мог ужиться, надо б наискать причину в самом себе. Он горячится и при мне. Пусть пишет стихи, он должно быть не очень-то доволен беседой со мной. Ласкательство, живая лесть, низменное потворство считались предосудительными, но искать покровительство, не прибегая к ласкательству, было в порядке вещей. Никакого стыда в том не видели. Когда при дворе появлялся новый любимец, искать его покровительство было даже выражением некой благонамеренности. Державин по воскресеньям ездил на выходы во дворе. Но как не было у него никакого предстателя, который бы напомянул императрице об обещанном месте, то и стал он как бы забвенным. В таком случае не оставалось ему ничего другого делать, как искать входу к любимцу государы. В то время по отставке Мамонова вступил на его место молодой конной гвардии офицер Платон Александрович Зубов. Как трудно доступить до фаворита. Сколько не заходил к нему в комнаты, всегда придворные лакеи, бывшие у него на дежурстве, отказывали, сказывая, что он или почивает, или ушел прогуляться, или у императрицы. Не оставалось другого средства, как прибегнуть к своему таланту. Державин не стал писать оды в честь Зубова, но мог, не кривя душой, написать изображение филипси. Через Эмина, бывшего спутника по ланецким путешествиям, он была вручена Зубову, тот, конечно, показал ее государыне, а государыня, прочедши он ее, приказала любимцу своему на другой день пригласить автора к нему ужинать и всегда принимать его в свою беседу. Общество Державина она, очевидно, считала полезным, для маленького чернобрового шулуна, она вообще заботилась об образовании своих любимцев, читала слонским Альгородский, Зубовым Плутархом, но дело не в том, выходило, что легче найти дорогу через императрицу к Зубову, нежели через Зубова к императрице. Таков был странный круг отношений. Знакомство как бы то ни было завязалось. Но время шло, а места, которого ждал Державин, все не было. Поэтические досуги, о которых мечтал он, отправляясь в Оланецкую губернию, не состоялись. Все эти годы он почти не писал, а в всяком случае не создал ничего замечательного. Зато теперь выходила досуга больше, чем он хотел бы. постепенно он занялся стихами, и таково было его поэтическое здоровье, что, несмотря на все потрясения, он, как ни в чем не бывало, вернулся к видению Мурзы, на котором остановился шесть лет назад. Теперь оно было закончено, для него вновь обрел он замысловатый лад и крепкий задор тех счастливых дней, когда табакерка Фелиции еще не лежала в закладе. С уже дополкового поклонения Екатерине оно устояло против всех испытаний. Как солнце, как луну поставлю твой образ будущим векам, превознесу тебя, прославлю, тобой бессмертен буду сам. Можно было бы ожидать, что за годы, потерянные на губернаторстве, слава его убудет. Но она возросла, его читали и перечитывали. В его поэзии, начиная с читалагайский ход, открывали новшества и достоинства, неоцененные ранее. Теперь к сорока семи годам он очутился, если не вожаком, то знаменем новой литературы. Шум, происшедший вокруг его имени, тяжкое опало и внезапное возвышение, это мой собственный автор. Все это подогревало общее к нему любопытство. Его дом вновь наполнился. Помимо анакриантического Львова, помимо порой приезжавшего из деревни Капниста, с неизменным гарацием на устах и в кармане. Явились тут и маститые авторы сверстники Державина, уже пережившие свою славу. Мечтательный, помный и как бы совсем невесомый Богданович, творец душеньки, писал теперь скучные комедии с перемешку снежную на поверхностной лирикой. Обрезглый фанвизин, полуразбитый параличом и раздавленный немилости императрицей. Были и литераторы, только еще подающие надежду, Иван Семенович Захаров, один из многочисленных переводчиков неизбежной телемахиды, уже, впрочем, не юноша. Алексей Николаевич Оленин, крошечный человечек с огромным горбатым носом, истинный кладезь всевозможных познаний, особенно в языках. Был и Дмитрий Иванович Хвостов, плодовитейший стихотворец, впрочем, надежд он как будто не подавал. Однажды утром Державин в атласном голубом халате и в колпаке, у него стали сильно лезть волосы, что-то писал у себя в кабинете, стоя перед высоким налоеем. Пленира в утреннем белом платье сидела в кресле посреди комнаты, парикмахер ее завивал. В тренеурочный час явился представиться знаменитому певцу высокий сухощавый семеновский офицер. То был двадцатидевятилетний поэт Иван Иванович Дмитриев, родом из-под Семьирска. Он робел и косил глаза наконец длинного тонкого своего носа. Поговорив о словесности, о войне, он хотел откланяться. Хозяева стали его унимать к обеду. После кофе он опять поднялся, но еще был упрошен до чая, а потом в одну неделю стал своим человеком в доме. Имел он суждение здравое, разговор острый, стих легкий. Спустя несколько месяцев в сентябре 1790 года он просил дозволения привести к обеду своего земляка и друга, который ненадолго в Петербурге проездом в Москву из чужих краев и, будучи литератор, хотел бы свидетельствовать Гавриле Романовичу свое почтение. Литератор был зван к обеду. В тот день у Державиных обедал также петербургский вице-губернатор Новосильцев с женою. Новый знакомец, почти еще юноша, одетый во фрак по последней моде, сделал на всех отличное впечатление. По имени и отчеству звали его Николай Михайлов, по фамилии Карамзин. Сидя за столом подли Екатерина Яковлевна, он рассказывал о недавно виденных странах, особенно о Париже. В его разговоре были приятно смешаны важные и забавные, ум и чувствительность. Он говорил о парижских театрах, для коих не находил довольно похвал, о физиономии Мармантеля, об уличной цветошнице, о прекрасной Версалии, о сельских красотах Трианона, об академиях и о том, что вино в деревеньке Отеи, некогда славное, ныне уж никуда не годится, о том, что в придворной церкви он видел короля и королеву, король был в фиолетовом кафтане, королева подобна розе, на которую веют холодные ветры. Дофина видел он в тюэлери, младенец прыгал и веселился, прекрасная ламбаль вела его за руку. После 14 июля во Франции все твердят об аристократах и демократах, о нации. Революция была неизбежна, еще Рабле предсказал ее в Гаргантюа земля освободиться от всего бедствия, не иначе, как купившись кровью. Но тут рассказчику показалось, что молодая и прекрасная хозяйка коснулась ногою его ноги. Потом еще и еще сомнений быть не могло. Не смея себе изъяснить все чрезвычайные обстоятельства, он смешался, красноречие его покинуло. После стола хозяйка отвела его в сторону и объяснила, что госпожа Новосильцева племянница Марии Савишной Перекусихиной и неосторожные речи молодого путешественника нынче же могут дойти до императрицы. В Москве Карамзин тотчас приступил к изданию журнала, объявляя о том в московских ведомостях он писал, первый наш поэт, нужно ли именовать его, обещал украшать листы мои плодами вдохновенной своей мужа. Кто не узнает певца мудрой Фелиции, я получил от него некоторые новые певцы. С мечтой о победе над Турцией Потемкин связывал замыслы титанические. Победа однако же не давалась, и затянувшаяся война становилась крайне обременительная. Екатерина писала любезному другу ласковые письма, но до него уже доходили дурные вести о происшедшей перемене в расположении государства, о фаворе Зубова. 11 декабря 1790 года Суворов взял Измаил и вскоре въехал в Петербург, где, как человек со слабостями, из честолюбия или из зависти или из истинной ревности к благу Отечества, но только приметно было, что шел тайно против неискусного своего фельдмаршала. Дочь Суворова была, кстати, замужем за братом нового фаворита. Для Потемкина дело было не только в личном его фаворе. На карте стояла вся европейская политика России, а с нею либо головокружительные завершения, либо бессмысленные крушения всех его замыслов, в которых эгоизм государственный давно сросся с личным. Мучимый подозрениями Потемкин рвался в столицу, но Екатерина удерживала его при армии. Видя, наконец, что и взятием Измаила сопротивление турок еще не сломлено, и что впереди предстоит новая кампания, 28 февраля он прискакал в Петербург. Уезжая из армии, он сказал, что нездоров и едет в Петербург зубы дергать. Но зубы сидели крепко. Потемкин вскоре увидел, что петербургское поражение может перевесить измаильскую победу. На скорую отставку зубово надежды не было. Спору было стараться о том, чтобы сохранить собственное положение и выиграть время. С болью в душе побежденный стал играть роль триумфатора, что могло быть тяжелее для его гордости. В честь государыни он решил судать небывалый праздник, чтобы обществу, двору ей самой всей Европе и может быть самому себе внушить мысль, будто все остается по-прежнему, чтобы изумить Екатерину беспредельной приверженностью, чтобы напомнить ей об их общей славе, чтобы как знать, может быть вернуть себе ее сердце. К 28 апреля вся местность поблизости от конно-гвардейских казарм изменила свой вид. Недостроенный дом князя Таврического был достроен со сказочной быстротой. Тысячи работников, художников, обойщиков трудились денно и ночно. Позади дома разбили сад с расчисленными холмами, храмами, павильонами. Кремым путем протекавшие речки дали течение извилистые и вынудили из ней низвергающийся водопад, который упадал в мраморный водоем. Построены мосты из железа и мрамора, поставлены истуканы, деревянные строения перед дворцом снесены, на возникшей площади выстроены качели, расставлены столы с угощением для народа, капки с медом, квасом и взбитим, построены лавки торговые, из которых назначено было раздавать подарки, платья, кафтаны, кушаки, шляпы, сапоги, лапки, а также смесь вареную и невареную. С трех часов дня начали съезжаться гости. раздача подарков должна была начаться в пять по прибытии государыни. Уже приехал наследник с супругой и малым двором, но и к семи часам государыни еще не было. Народ, собравшийся здесь с утра и продрогший, погода была ненастная, начал терять терпение. Вдруг, как бывает в подобных случаях, произошло какое-то замешательство. Задние ряды понаперли, толпа с криком «Ура!» ринулась к выставленным подаркам, и в мгновение ока все было расставано. Полицейские и казаки бросились разгонять народ. Многие были ушиблены и помяты в драке. В разгар побоища прибыла государь. Карета была ее вынуждена остановиться в отдалении. Высунувшись в окно, Екатерина подозвала оберполицмейстера Рылеева. «В этом прекрасном порядке, сказала она, я совершенно узнаю вас». «Радуюсь, что имел счастье заслужить удовольствие вашего императорского величества», отвечал Рылеев. «Павел Петрович с женою», встретили государиню на крыльце. Потемкин принял ее из кареты. На нем был малиновый бархатный фрак и черный кружевной плащ. Пуговицы, каблуки, пряжки сверкали бриллиантами. Шляпа его была онами столько обременена, что трудно стало ему держать оную в руке. Один из адъютантов должен был сию шляпу за ним носить. Праздник начался. История России не знает ему подобного. Сам Державин был привлечен к его изобретению и сочинил хоры. Три тысячи гостей, одного лишь Суворова не было в их числе, размещены были в пышных ложах колонного зала, озаренного шестью тысячами свеч. Императрица вошла. Восьмилетний мальчик Васенька Жуковской, побочный сын тульского помещика и пленной турчанки, на всю жизнь запомнил минуту, когда хор из трехсот музыкантов и голосов при громе Литавр впервые грянул. Гром победы раздавайся, веселись, храбрый рост, звучной славой украшайся, Магомета ты потрес. Славься, сим Екатерина, славься, нежная к нам мать, воды быстрые дуная уж в руках теперь у нас, храбрость ростов почитая, тавр под нами и Кавказ. Славься, сим Екатерина, славься, нежная к нам мать. Этот хор сопутствовал появлению первой кадрильи, розовой, составленной из двенадцати пар знатнейшей петербургской молодежи. Великий князь Александр Павлович вел ее. За розовой, предводимая Константином, шла голубая под звуки второго хора. В лаврах мы теперь ликуем исторженных у врагов. Вам, россиянки, даруем храбрых наших плод боев. Разделяйте с нами славу, честь, утехи и забаву. Разделяйте, ободряйте и вперед к победам нас. Жар сердца вы нам вливаете, ваш над нами стилен глаз, за один ваш взгляд любови лить мы рады токи крови. Кадриле, соединяясь, протанцевали балет, сочинение знаменитого Пика, который сам при всем случае отличил себя солом. Затем хозяин повел государню в другой зал, куда последовала и часть гостей, сколько дозволяло пространство. Здесь, после пантомимы и хора, вновь славившего Екатерину, представлены были две французские комедии. Представление было нарочно замедлено, и тем временем зал колонны преобразил. Вернувшись в него, Екатерина спросила, неужели мы там, где прежде были? В зале и в примыкающих покоях горело сто сорок тысяч цветных лампад и двадцать тысяч восковых свечей. Тут играет яркий и живой луч, и как бы зноем африканского лета притупляются взоры. Там, как бы в пасмурный день, разливается блеск тонкий и умеренный. Окна окружены звездами, горящие полосы звезд по высоте стен простирает. Рубины, изумруды, яхонты, топазы влечут. Разноогненные, с живыми цветами зеленью переплетенные венцы и цепи висят между столпами. Тенистые радуги бегают по пространству. В одном покое любящие музыку, пение и пляску найдут себе место для увеселения. В другом пленяющиеся живописью могут заниматься творениями Рафаэля, Гвидо Ренни и иных славнейших художников всей Италии. Там азиатской пышностью мягкие софы и диваны манят к сладкой ниге. Здесь европейские драгоценные ковры и ткани внимания на себя обращают. Там уединенные покои тишиною своею призывают в себя людей государственных беседовать о делах. Императрица вошла в зимний сад, где не слышно музыки, где под густыми ветвями в тихих водах плавают золотые серебряные рыбы, а в темной зелени поют салаги. На дорожках сада и на зерновых холмиках высутся постаменты, украшенные мраморными вазами и фигурами гения. Местами раскинуты небольшие лесочки, их окружают решетки, увитые розами и жасмином. Огромные зеркала, искусно расставленные среди зелени, повторяют сад во множестве раз и уводят взор вложенные отдаления. Посреди сада возвышается храм, восемь колонн из белого мрамора поддерживают его купол. Серые мраморные ступени ведут к жертвеннику, служащему подножием статуе, изображающей государыни в царской мантии с рогом изобилия. Потемкин бросается на колени перед алтарем с изображением своей благодетельности. Екатерина сама его поднимает и целует в лоб. Темнело, на дворе идет мелкий дождь, но все вокруг дома сияет иллюминация. Народ толпится, на прудах плавают флотилии, разукрашенные фонарями и флагами, с них раздается песня грибцов и роговая музыка. Во дворце государыня отдыхая играет в карты с великой княгиней, а в большой зале гости танцуют. Меж тем, по данному от хозяина знаку, театр уничтожен. На месте его и в других покоях накрыты столы. Где были театральные действия и зрители, там через несколько минут открылись горы серебра с разным кушаньем вокруг с золотыми подсвечниками. Начался ужин. Стол государыни и наследника стоял на месте оркестра, прочие столы и амфитеатром вокруг него. Все гости сидели лицом к государыне. Потемкин стоял за креслом ее, пока она не велела ему сеть. Казалось, что вся империя пришла со всем своим великолепием и изобилием на угощение своей владычицы и тенилась даже на высотах, чтобы насладиться ее лицезрением, говорит Державин и продолжает тихая. Богатая Сибирь, наклоншись над столами, рассыпала по них и злато и сребро. Восточные, западные, седые океаны трясяся челами держали редких рыб. Чернокудрявый лес и беловласы степи, Украина, холмогор несли тельцов и дичь, венчанно классами хлеб Волга подавала, с плодами сладкими принес кашницу тавр, рифей, нагнувшийся в топазны, аметисты, лил кубки мед златы, древ искрометный сок. Из дона сладкие и крымский вкусный вино, прекрасная Нева, приняв от бельта с рук в фарфоре кристалле чужие питья с меди, носила по гостям, как будто бы стыдясь, что подчивать должна так прихоть по неволе, обилье тучное всем простирала длань. Хор гремит, кончается ужин, второй час ночи, гости еще веселятся, но Екатерина отбывает, карета ее отъезжает сумрак. На крыльце, озаренные факелами, валом фраки и черном плаще, Потемкин глядит ей во след, воздев руки к нему. К началу июня было готово описание праздника, составленное Державиным в стихах и прозе. Была мода печатать подобное описание отдельными книжками. Державин явился в летний дворец к Потемкину. Князь принял его как нельзя любезнее, просил остаться к обеду, а сам, взяв тетрадь довольно объемистую, погрузился в чтение. Державин тем временем пошел в канцелярию побеседовать с давним другом своим поповым. Внезапно Потемкин фурией выскочил из своей спальни, приказал подать коляску, и, несмотря на шедшую бурю, гром и молнию, ускакал, бог знает куды. Все пришли в смятение, столы разобрали и обед исчез. Долго потом Державин с Дмитриевым ломали головы, отгадывая, что могло оскорбить Потемкина. Все их предположения были неосновательны. В Державинском описании нет никаких неловкостей ни тем паче обид Потемкину. Случись то и другое, на неловкости он указал бы автору, не приходя в бешенство, а прямых обид никогда не простил бы, он же, напротив, спустя несколько дней сам старался загладить обиду, нанесенную им Державином. Державин. Причина вспышки была иная. Праздник не достиг цели и тем самым превратился для Потемкина в лишнее унижение. Державин невольно ему напомнил об этом. Разница между торжествующим и счастливым Потемкиным, представленным в описании, и тем глубоко несчастным, который его читал, была нестерпима. Он не вынес и не сдержался, потому что вообще давно отвык сдерживаться. Князю при дворе тогда очень было плохо, говорит сам Державин. Зубов усиливался, Репнин, согласие императрицы, вел с турками переговоры о мире, который должен был положить конец всем потемкинским замыслам. Потемкин метался. Все дни причудам и странностям его не было меры. Он жил с пышностью, неслыханную в Европе. При встрече народ кланялся ему с благоговением. На гуляниях он являлся окруженный пленными генералами, офицерами и пашами. Но он знал, что подо всем этим бездна. Конец. Он пьянствовал и не находил себе место, иногда вырвавшись из дому, носился по городу, заезжал к малознакомым женщинам, ища утехи, открывал душу, перед кем попало, слушателям казалось, что он бормочет нелепицу и сходит с ума. Потом силы его покинули, он изумлял окружающих необычайную кротостью, но ехать к армии все еще не решался, знал, что враги без него восторжествуют окончательно. Императрица сама наконец явилась к нему и велела ехать. Ни друзья, ни враги не брали на себя передать ей по велению. 24 июля он выехал в Ярске. Там горячка и горе его терзали. Конец второй дорожки. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон, нажмите кнопку воспроизведения правого канала и включите воспроизведение. Дорожка третья. 4 октября Попов написал под его диктовку «Матушка всемилостивейшая государы». «Нет сил более переносить мне мучения. Одно спасение остается оставить сей город, и я велел себя вести к Николаеву. Не знаю, что будет со мною, вернейший и благодарнейший подданный». Внизу он сам приписал нетвердым почерком «Одно спасение уехать». на другой день в полдень между ясцами и Николаевым остановил он коляску. «Будет теперь, некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть на поле». Его положили на траву, намочили голову спиртом, зевнув раза три. Он так покойно умер, как будто свеча, которая вдруг погаснет без малейшего ветра. Гусар, бывший за ним, положил на глаза его две денежки, чтобы они закрылись. Через неделю в Петербурге узнали о смерти Косемкина. Державин начал водопад. Эту оду он писал долго, почти три года, составляя ее по частям. Может быть, она от того несколько потеряла в стройности и единстве тона, но, кажется, выиграла в широте. Опорные точки для водопада послужили примерно те же мысли и чувства, которыми некогда была подсказана ода на смерть Мещерского. Державин сам подчеркнул эту связь в трофе, прямо намекающий на начало стихов о Мещерском. Не зрим ли всякий день гробов Сидин дряхлеющий вселенный? Не слышим ли в бою часов Глаз смерти Двери скрыт подземной? Не упадает ли всей зев Престола царь и друг царев? Но контраст пленивший Державина был на сей раз и новая оттенка. Мало того, что Потемкин был вырван смертью сказочного великолепия, перед которым богатство Мещерского ничто. Смерти Мещерского не предшествовала и не сопутствовала та личная трагедия, которой отмечена смерть Потемкина, и на которую Державин мог только намекнуть, что в свою очередь придало его строфам тайную силу, которой они насквозь пропитаны. Чей труп, как на распутье мгла, лежит на темном лоне нощи? Простое рубище чресла, два лепта покрывает очи, прижаты к хладной груди перты, уста безмолвствуют отверстие. Чей одр земля, кров, воздух синий, чертоги в круг пустынной виды? Не ты ли счастье, славы сын, великолепный князь Тавриды? Не ты ли с высоты частей внезапно пал среди стекей? Именно потому, что Мещерский был личностью малозначащей, его смерть давала удобный повод для философства не о смерти вообще. Кончина Потемкина должна была повести вдохновение в сторону истории. За Потемкиным открывалась его эпоха, которая была в то же время эпохой Екатерины и самого держави. Императрица, безжалостная к бывшему любимцу в последние месяцы его жизни, долго еще не могла без слез вспоминать о нем, что были не просто нервические слезы сентиментальной но жестокой женщины. Вспоминая Потемкина, Екатерина оплакивала тот невозвратный государственный пафос, который связал ее с Потемкиным в славнейшие годы царствования. Что поделаешь, Зубову приходилось утирать эти слезы. Точно так и Державин, не боясь Зубова, писал водопад. Вызывая призрак Потемкина, он в то же время обозревал собственное свое прошлое. Он начал с описания Кивача Оланецкого водопада и в этом описании потаемно связал личную свою жизнь с предметом стихотворения. Далее, в сущности, не покидая области воспоминаний, он обратился к тому, чем была оживлена его лира в потемкинскую эпоху. Водопад потому и писался частями, что Державин в нем произвел как бы смотр излюбленным своим темам об игре случая, об олицетворенном в Екатерине государственном эгоизме России, в который все личные судьбы и подвиги впадают, как в водопадные реки в озеро, и, наконец, о всеобщем мире, в котором должны исчезнуть отдельные государственные эгоизмы. Неудивительно, что при замысле столь обширном Державин на сей раз сдвинул в бой и все лучшие силы своей поэтики. Словом, водопад стал итогом пройденного пути. Недаром писался он с 1791 по 1794 год, в ту именно пору, когда Екатериненская эпоха близилась к своему естественному концу и надвигался перелом в личной жизни самого Державина. Накануне этих событий суждено было разрешиться и тому недоумению, которое долгие годы управляло его судьбой. Екатерина и Державин встретились наконец лицом к лицу. Общеизвестно стремление Екатерины к ограничению власти Сената. Во второй половине 1791 года ей представился случай подчинить действия Сената ближайшему своему контролю. Обнаружилось, что второй департамент допускает перенос нерешенных дел из одной губернии в другую. Екатерине это показалось незаконным. Желая себя проверить, она поручила Зубову изучить вопрос неопытный в делах Зубов частным образом обратился за помощью к Державину, как не раз делал и прежде. Державин дал заключение, совпавшее со взглядом императрицы. Увидя из этого, что Державин не склонен отстаивать интересы Сената, императрица решила поручить ему просмотр всех Сенатских меморий и составление особых замечаний о найденных нарушениях закона. Если бы во главе Сената по-прежнему стоял Вязинский, он, может быть, сумел бы предотвратить появление Державина в новой должности. Но Вязинский уже два года лежал в проличе, его заменял Колокольцев, обер-прокурортов самого второго департамента, в котором открылись непорядки. Екатерина накричала на Колокольцева, тот растерялся и назначение Державина состоял. Официально он был назначен таким же кабинетским секретарем, как Безбородко и Храповицкой. 13 декабря 1791 года последовал высочайший указ Сената. Семенил остивейший повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений. По этому поводу было много шуму. В иностранных газетах даже писали, будто Екатерина отдала Сенат во власть Державину. Это, конечно, был вздор. Властвовать над Сенатом она собиралась сама. Что же касается Державина, то выбор пал на него довольно случайно. Обратись Зубов к кому-нибудь другому, Екатерина взяла бы другого. Таковы были обстоятельства, при которых певец Фелиции стал ее секретарем. Во дворце отвели ему комнату для занятий рядом с комнатой Храповицкого. В частной жизни Державин был прям подчас грубоват, мужицкой, солдатской грубостью, но добр, благодушен, особенно с людьми бедными или ниже его стоящими. Но лишь только дело касалось службы, и для того, что считал он гражданским долгом, благодушие тотчас покидало его. Изредка он, пожалуй, и в службе, мог быть снисходителем, но не иначе, как с подчиненными. Грибовского в свое время вынул он из петли. Зато чем выше стоял человек, тем взыскательней был Державин, тем менее соглашался ему прощать. К императрице он был беспощаден. А той, которая некогда хоть неведома для себя была его первой наставницей, в науке гражданских доблестей, он требовал совершенства. На руках у Екатерины было огромнейшее хозяйство, а за плечами тридцатилетний государственный опыт. Круг забот о нее был не тот, что был у Державина с его сенатскими мемориями, да еще некоторыми делами, по большей части не первой важностью. Будучи точен, трудолюбив, исполнителен, он каждое дело изучал насквозь, и вместо того, чтобы изложить только суть, каждый раз хотел все свои познания полностью передать государами. Высокий, жилистый, узколицый, шагом солдатским, а не придворным, проходил он по залам в ее причудливые покои. По делу иркутского наместника Якоби, обвиненного сенатом, он явился докладывать с целой шеренгой у гайдуков и лакеев, которые несли привеликие кипы бумаг. Екатерина с досадой приказала все это унести, но державен не сдал. Он заставил ее каждый день после обеда по два часа заниматься делом Якоби. В низких пуховых креслах она любила такие. Екатерина вязала или занималась плетениями сбечевок, он сидел перед ней на стуле и читал голосом ровным и бесстрастным как сам закон. Если и вмешними возникало противоречие, он делался несговорчив. Она теряла терпение и прогоняла его, на другой день в положенный час он являлся. Однажды в зимний и метельный день она заперлась у себя и велела лакею и тюльпину передать Державину ее именем, удивляясь, как такая стужа вам гортань не захватит. Державин понял намек, но не дал филиции уклониться долго. Занятия продолжали. При начале Суперландова дела, о нем еще речь впереди, императрица нашла у себя на столике связку бумаг в салфетке. Вспыхнув, она велела позвать Храповицкого и спросила, что за бумаги. Храповицкий сказал, что не знает, но принес их Державин. — Державин? — скричала она, — так он меня еще хочет столько же мучить, как и якобинским делом. Гораздо прежде, нежели Державин впервые прочел наказ. Это собрание аксиом, способных разрушить стены, по насмешливому выражению Никиты Панина. Сама Екатерина успела уже отказаться от философических и неисполнимых мечтаний юности. Причины были неотразимы. Если б она упорствовала, то давно бы лишилась трона, примерно так, как упорный Державин дважды лишался своего губернаторства. Наказ был отложен в сторону вместе с прочими сувенирами, и Екатерина очень бывала довольна, когда кое-что из этих возвышенных замыслов удавалось осуществить хотя бы в урезанном виде, потому так любила она свое положение о губернии. Отказавшись от должного она научилась ограничиваться возможными и была права. Таким образом она не сделалась идеальной монархиной, удовольствовалась тем, что стала великой. Теперь, к шестидесяти трём годам, это была в высшей степени умная женщина, тонко знающая жизнь и в совершенстве постигшая трудное ремесло государь. Прежде всего она поняла, что нельзя царствовать в одиночестве, ей во всяком случае, потом, что корысть не последний двигатель даже и лучших государственных людей. Воятель Шубин простодушно изобразил её срогом изобилия, из которого сыплются звёзды и ордена. Так и было. Она щедро сыпала на людей чины, ордена, почести, деньги, земли. Властью и Россией делилась она с вельможами, полководцами, временщиками. Отсюда рождалось соревнование и развязывалась предприимчивость. Державин думал, что государству полезна одна только безупречная добродетель. Екатерина же научилась пользоваться и слабостями человеческими, и самими пороками. Противный ветер она превращала в попутный. Коротолюбцы не забывали себя, но зато и Россия имела того свою пользу, кряхтела, но созидалась. Созидая мощь государства и человеческих слабостей, Екатерина должна была быть в высшей степени снисходительной. Она такой и была, частью по нужде, частью же по склонности. Она не любила бывать обманутой, но против обманщиков не имела злобы в душе. Людей самых обыкновенных, подверженных искушениям, понимала она и умом, и сердцем, и сама старалась быть им понятной. Хотела иметь большинство голосов на своей стороне. Какую-то монархиню вздумал державин оберегать не только от плутов, коснокрадов, взятушников, но и просто от людей корыстолюбивых, ибо и тень корысти в деле общественном он уже считал преступлением. В крайности он был готов разогнать всех и остаться сам друг с Филицией, идеальным слугою при идеальной монархине. Вот это и не годилось. Вот потому-то и прежде, когда ни на жизнь, ни на смерть боролся он с Вяземским, с Тутолминым, с Гудовичем, Екатерина не давала его задушить, но и не давала ему явно торжествовать. Она хранила для своего хозяйства и правых, и виноватых. Обидней того, не виня виноватых, она не вполне верила и в правоту правых. Считала, что все сделаны примерно из одного теста, в том числе и державин. Однажды возникло подозрение, что он получил взятку. Товарищи его, хотя и не говорили явно, но ужимками своими дали ему то знать. Он с ним обиделся, просил государыню, чтобы приказала исследовать, она помолча, с некоторым родом неуважение, сказала, ну, что следовать, ведь это и везде водится. Державина сие поразила, и он на тот раз снес сей холодный, обидный ответ. Зато сам он не мог допустить, чтобы божество в чем-либо погрешило, она же не мила себя божеством, и к собственным слабостям так же была снисходительна, как к чужим, имела пристрастие и предубеждение, однажды в гневе спросила, что побуждает его ей перечить, он ответил с твердостью, справедливость и ваша слава государами, чтоб не погрешили чем правосудие. Она же не всегда держалась священной справедливости, державин не упускал случая указать ей на это, может быть, он даже мечтал восхитить ее прямотой своей, но она на словах требуя прямоты про себя больше уважала хитрость, вряд ли державин казался ей очень умным, так называемый придворный банкир Сутерланд был посредником русского правительства при заключении заграничных займов и прочих сделок. На руках у него бывали большие суммы казенных денег, из которых подчас он сужал разных лиц, особенно из высокопоставленных. Однажды осенью 1791 года понадобилось перевезти в Англию 2 миллиона рублей, но денег не оказалось. Куда одевались? Сутерланд признался, что часть истратил он на свои нужды, но значительно больше раздал взаймы, а назад получить не может. Граф Безбородка и князь Вяземской свои долги отдали, но другие не отдают. Кончилось это трагически, Сутерланд отравился. Императрица приказала расследовать дело, и Державину приходилось не раз по нему докладывать. На докладах Екатерина нервничала, он тоже. Споры так были горячи, что однажды Державин накричал на нее, выбронил и, схватив за конец мантильи, дернул. Государня позвонила, вошел Попов, бывший потемкинский секретарь. «Побыть здесь, Василий Степанович, сказала она, А то этот господин много дает воли рукам своим». Верная себе на другой день она первой извинилась, промолвя, «Ты и сам горяч, что споришь со мной?» «О чем мне, государы, не спорить? Я только читаю, что в деле есть, и я не виноват, что такие неприятные дела вам должен докладывать». «Ну, полно, не сердись, прости меня, читай, что ты принес». Он начал читать реестр, кем и сколько казенных денег взято у Сутерланда. Первым стоял Потемкин, забравший восемьсот тысяч. Екатерина сказала, что у Потемкина много было расходов по службе и велела отнести долг на счет казначейства. Из прочих долгов одни приказала взыскать, другие простить, но когда очередь дошла до великого князя, она вновь пришла в раздражение. Стала жаловаться, что Павел мотает и строит такие беспрестанно строения, в которых нужды нет. Тут, разумею, она, конечно, казармы, в которых Павел держал гатчинские свои войска. Подозревая мать в самых черных замыслах, Павел все время эти войска увеличивал. Екатерина в ответ усиливала охрану царского, Павел вновь укреплял гатчину и так далее. Мать с сыном вооружались друг против друга. «Не знаю, что с ним делать», сказала Екатерина и, дав болю словам, стала жаловаться на великого князя. Она говорила с жаром, но умолкала порою, как бы ждала согласия. Державин сидел, опустив глаза. «Что же ты молчишь?» спросила она наконец. Тогда он тихо проговорил, что наследника с императрицей судить не может и закрыл бумагу. Худшего суда, более тяжкого осуждения он не мог бы придумать. Екатерина вспыхнула, закраснелась и закричала в бешенстве «Поди вон!» Это странное секретарство длилось почти два года. Они ссорились и мирились. Если ей нужно было его смягчить и чего-нибудь от него добиться, она нарушенно при всех отличала его, зная, что ему это льстит. В публичных собраниях в саду, иногда сажая его подле себя на канапе, шептала на ухо ничего незначащие слова, показывая, будто говорит о каких важных делах. Часто рассердится и выгонит от себя Державина, а он надуется, даст себе слово быть осторожным и ничего с ней не говорить, но на другой день, когда он войдет, то она тотчас приметит, что он сердит. Зачнет спрашивать о жене, о домашнем его быту, не хочет ли он пить и тому подобное, ласковое и милостивое, так что он позабудет всю свою досаду и сделается по-прежнему чистосердечным. В один раз случилось, что он, не вытерпев, вскочил со стула и в выступлении сказал, «Боже мой, кто может устоять против этой женщины? Государиня, вы не человек. Я сегодня наложил на себя клятву, что после вчерашнего ничего с вами не говорить, но вы против воли моей делайте из меня что хотите». Она засмеялась и сказала, «Неужто это правда?» Он научился находить с ней обаяние, которого не знал прежде, обаяние ума, ласки, легкости, мягкость. Он научился ценить ее доброту и великодушие, но все это было человеческое. Той богини, которую создал мечтою и воспевал двадцать лет, во имя которой стоило и прославиться, и страдать, он в ней не нашел. Ходила молва, что поэты льстят королям, но в ту пору поэзия была еще голосом славы, и короли тоже льстили поэтом. Прочитав оду на взятие Измаила, Екатерина вновь прислала державину табакерку, осыпанную бриллиантами, и сказала ему при встрече, «Я не знала по сей время, что труба ваша столь же громка, как и лира, приятна». Во все время его секретарства она не раз так сказать спрашивала его писать вроде Филипсы. Хотя дал он ей в том слово, но не мог он его сдержать по причине разных придворных кавер, коими его беспрестанно раздражали. Не мог воспламенить так своего духа, чтобы поддержать свой высокий прежний идеал, когда вблизи увидел подлинник человеческий с великими слабостями. Сколько ни принимался, сидя по неделе для того, запершись в своем кабинете, но ничего не в состоянии был такого сделать, чем бы он был доволен. Все выходило холодное, натянутое и обыкновенное, как у прочих цеховых стихотворцев, у коих только слышны слова, а не мысли и чувства. Должно быть, в одной из таких сидений написал он язвительные четверостишие. Поймали птичку голосисту и нуж сжимать ее рукой. Тыщи бедняжка вместо свисту, а ей твердят «Пой, птичка, пой!» И так он молчал, а Екатерина досадовала. Он оказался столь же непокладистым поэтом, как и секретарем. Все кончилось так, как и должно было кончиться. 15 июля 1793 года вечер в царском селе был тихой, погожей, меланхолической. Большим обществом вышли в сад, но беседа не ладилась, государиня была нечто скучна. Наконец завели горелки, Екатерина любила смотреть на эту игру, запели «Гори, гори, ясно». Державину с его парой довелось ловить великого князя Александра Павловича. Тот проворный, легкий, убежал далеко по скользкой расистой лужайке покатой к пруду. Державин, гоняясь за ним, упал, ударился оземь и едва не лишился чувства. Его подняли, в руке оказался вывев, шесть недель оставался он дома. За это время Екатерину сумели восстановить против него. Будучи всем ревностью и правдой своей неприятен, или лучше сказать опасен, наскучил императрица и остудился в ее мысли. 2 сентября при праздновании Ясского мира он был отставлен от секретарства и назначен сенатором. При унижении, до которого был доведен сенат, это было знаком немилости, особенно для Державина, который и сам тому унижению способствовал. В таких обстоятельствах орден Владимира второй степени и чин тайного советника были утешением слабым, уязвленный Державин просил Зубова передать государине его благодарность. Зубов весьма удивился, неужто доволен? «Как же, — ответил Державин, — не быть довольным сей монаршей милостью бедному дворянину без всякого покровительства служившего самого солдатства, что он посажен на стул сенаторский Российской империи? Что же еще мне более? Ежели ж мои сочлены почитаются, может быть, кем ничтожнее, то я себе уважение всемерно ищу. В Сенате он принялся обучать сочленов труду, бесстрастию, независимости, знанию законов. Заседания стали сплошными бурями, в ту пору читалогайскую оду на знатность он переделал бельможу. Сенаторы справедливо приняли на свой счет строки самые оскорбительные. Каллигула, твой конь в Сенате не мог сиять, сияя в злате, сияют добрые дела. Осел останется ослом, хотя осыпь его звездами, где должно действовать умом, он только хлопает ушами. О, тщетно счастье рука против естественного чина безумца рядит в господина или в шумиху дурака. В ту пору, когда близостью к престолу стяжались огромные состояния, державин не приобрел ничего. Семнадцать тысяч штрафу, наложенного по тамбовским делам, на силу с него скостили после бесчисленных просьб. Однако ж он изворачивался, как изворачивала спокойная масса, земли свои закладывал, перезакладывал, то частью продавалось, то прикупал новые, торговал хлебом, заводил фабрики. Летом 1791 года он купил дом на фонтанке у Измайловского моста. На отделку и перестройку ушло несколько месяцев. Екатерина Яковлевна хоть прихваровала, была в больших хлопотах. Дом обставили нероскошно, однако со вкусом. В картинах, в мебели и тому подобном державины знали толк. По последнему слову моды стены были покрыты соломенными обоими. По соломенной плетенке шелками и шерстью вышивались узоры из цветов, фруктов, листьев, а для больших простенков целые виды и сцены. Вышивала сама пленира, жена Двова ей помогала. Особенность дома составила диванная комната, или просто диван, как ее называли. Она вся была затянута серпянкой. С потолка на манер палатки спускались широкие пологи, в кладках материи размещены были зеркала. Тут же стояли бюсты хозяина и хозяйки, работая хитрого каменосечца Рошета. В диване принимали гостей, водили беседы, а иногда и спали. Сядь, милый гость, здесь на пуховом диване мягком отдохни, всем тонком пологу перловом и в зеркалах вокруг усни, сдремлю после стола немножко, приятный часик похрапил. Державинские обеды были обильны и превосходны. Между прочим, к одному из них по просьбе Дмитриева зван был фанвизин, которого Дмитриев никогда не видел. То было 30 ноября 1792 года. Фанвизин приехал, или, лучше сказать, его привезли. Он владел лишь одной рукой, одна нога также одеревенела, два молодых офицера вели его под руки, усадили. Он говорил диким, охриплым голосом, язык плохо повиновался ему. Однако он тотчас завладел беседой и пять часов к ряду говорил почти что один о самом себе, о своих комедиях, о своих путешествиях, о своей славе. В 11 часов его увезли, наутро он умер. В общем, бывали у Державиных те же все лица, Дмитриев, чаще других, Капнисты, Львовы, Оленин. Подчас из деревни приезжала свояченица Капнисты Львова Даша, которую увидели мы когда-то подростком. Теперь ей минуло 27 лет. Она все еще была в девушках, несмотря на свою красоту, и сестры Дьяковы были хороши собой. Высокая и прямая, в обращении жесткая, замкнутая, она поступала во всем расчетливо и умно, играла на арте правильно и бездушно. При изрядных нравственных качествах она была лишена обаяния. Ей грозила судьба старой девы. Она тайно была влюблена в Державиных. Пленира вздумала сватать ее за Дмитриева. Даша сказала, «Нет, найдете мне такого жениха, как ваш Гаврила Романович. Я пойду за него и надеюсь, что буду с ним счастлив». Посмеялись и начали другой разговор. Впрочем, миру, который царил в семействе Державиных, нетрудно было и позавидовать. За шестнадцать лет произошла между ними, кажется, одна лишь размолвка. Она случилась летом 1793 года. Памятником ее осталось письмо, посланное в Петербург из царского села, где Державин ступор ужил по должности кабинетного секретаря. «Мне очень скучно, друг мой, Катенька, вчерась было, а особливо, как была гроза, и тебя подли меня не было. Ты прежде хотела в таковых случаях со мной умереть. Но а ныне, я думаю, рада, ежели б меня убила, и ты бы осталась без меня». «Нет между нами основательной причины, которая бы должна была нас разделить. То что такое, что ты ко мне не едешь? Самонравие и гордость. Не хочешь по случившейся размолвке унизиться перед мужем? Изрядно. Стало ты любишь или любила меня не для меня, но только для себя? Когда малейшая неприятность выводит тебя из и рождает в голове твоей химеры, которые, Боже, избави, меня и тебя могут сделать несчастливыми. Подумай-ка об этом хорошенько, и, сравнив с собою Фурсову и ей подобных, увидишь, что я говорю правду. И так забудь, душа моя, прошедшую ссору. Помни, что уже целую неделю я тебя не видал, и что в середу ганюшка твой именинник. Приезжай в объятие верного твоего друга. К несчастью здоровья Екатерины Яковлевны было плохо. Еще в Тамбове, стоящем среди болот, схватила она лихорадку и в самую тяжелую пору тамошних неприятностей после ссоры с Чечериной легла. Когда переехали в Петербург, болезнь то усиливалась, то ослабевала, но никогда не исчезала совсем. Уже в 1792 году Державин порой падал духом, неизбежным уже роком расстаешься ты со мной, в остинании жестоком разлучаясь с тобой, обливаясь со слезами, не могу тоски снести, не могу сказать словами, сердцем говорю, прости. Белые руки, милые очи, я целую у тебя, нету силы, нету мочи мне уехать от тебя, лобызаю, обмирая, тебе душу отдаю, или зуд твоих желаю, душу взять с собой твою. Однако ж она поправилась. В апреле 1792 случился опять сильный приступ болезни. Екатерина Яковлевна совсем была при смерти, но затем стало ей лучше, и Державин возблагодарил проведение «ты возвратила мне пленеру». На сей раз надежда обольстила его напрасно. Екатерина Яковлевна слегла снова, и дело пошло к развязке. Она умирала в крутости и смирении, как прожила всю прекрасную свою жизнь. Дня задва до кончины она упрашивала Державину съездить царское, похлопотать за одного их знакомого. «Бог милостив», сказала она, «может, я проживу столько, что дождусь с тобой прости». 15 июля 1794 года 33 лет от роду пленера отдала Богу душу. Державин ее проводил на кладбище Александра Невской Лавры и написал Дмитриеву в Москву. «Ну, мой друг Иван Иванович, радость твоя в оздоровлении Екатерины Яковлевны была напрасна. Я лишился ее 15 числа сего месяца. Угружен в совершенную горе и отчаяние, не знаю, что с собой делать. Не стала любезной моей пленирой. Оплачьте музы мою милую, прекрасную, добродетельную плениру, которая только для меня была на свете, которая все мне в нем составляла. Теперь для меня сей свет совершенные кустыни». И вот, ровно через полгода женился он на другой. Казалось бы, это должно удивить неприятно. Неужели другую мог так легко заменить ту, которую так боялся утратить, что обмирал при единой мысли об этом? Ту, без которой еще так недавно сей свет был ему совершенной пустыней? Наконец, зачем же так скоро? Уже сама эта поспешность могла показаться предосудительной в человеке вовсе немолодом. Державин ушел 52-й год. Однако никто не осудил его, ни даже щепетильный Дмитриев, ни чувствительный карамзин. Бурный и вспыльчивый по природе Державин пережил смерть Екатерины Яковлевны тоже бурно и вспыльчиво. Его охватило неистовое отчаяние, в котором минуты тихого, сосредоточенного горя были сравнительно светлыми промежутками. Тогда ему чудилось «тень племиры витает возле». Он пытался писать к ней стихи, они не давали, не складывались, мысли подавлено было чувством, но такие состояния бывали недолгие. В одиночестве он сумел бы спокойнее и возвышеннее пережить свое горе и тем обрести покой. Он и сам подумывал об отставке и отъезде в деревню, но это было неисполнимо. За несколько месяцев до того Державин был назначен президентом коммерц-коллегии. Должность была временная, так как коллегию предполагалось вскоре уничтожить, но Державин принялся за дело Рьяна и вскоре обнаружил злоупотребление. Екатерина таких открытий не любила и велела передать Державину, чтобы отныне он лишь числился в должности, ни во что не мешает. Оскорбленный Державин написал Зубову неистовое письмо, в котором коснулся вообще своего положения в службе и прямо высказал разочарование в Екатерине. «Не зальют мне глотки вином, писал он, не закормят фруктами, не задарят драгоценностями и никакими алтынами не купят моей верности к моей монархине. Что делать, ежели я выдался урод такой, дурак, который ни на что не смотря жертвовал жизнью, временем, здоровьем, имуществом, службе и личной приверженности к обожаемой мною государыне, животворился ее славою и полагал всю мою на нее надежду, а теперь так со мной и поступают, то пусть меня уволят в уединении оплакивать мою глупость и ту суетную мечту, что будто какого-либо государя слова твердо, ежели Екатерина Великая, обнадежив меня, чтобы я ничего не боялся, и не токма не доказав меня в вине моей, но и не объясняя ее, благоволилась снять с меня покровительствующую свою руку. Имея столько врагов за ее пользы, куда я гожуся, какую я отправлять в состоянии не должен. не получив ответа, он написал письмо самой императрице, такое, что передать его не решались ни зубов, ни безбородков. Тогда Державин передал его через камеру лакея. Прочтя, государыня вышла из себя, и ей было сделалось очень дурно. Поскакали в Петербург за каплями, за лучшими докторами, хотя и были тут дежурные. Державин в испуге не остался в царском селе, а уехал потихоньку в Петербург ждать решения своей участи. Екатерина уничтожила коммерц коллегию, но отставки Державину не дала. Нечего было думать о ней и теперь приходилось с болью в душе кипеть в самой гуще сенатских и придворных дел. Со всеми боярами был он в ссоре, деятельный, полный интриг, препирательств и раздражений. Для Элегии в душе не было места. В свободные часы предавался он злобной тоске, а размыкать ее было несколь. Капнист в деревне, Львов в разъездах, Дмитриев по большей части в Москве. Убегая из дому, Державин шатался по площади, не находил себе место и действительно не знал, что с собой делать. Тогда он вздумал жениться, чтобы от скуки не уклониться в какой разврат. Развратом он звал всякие отклонения, отправил доброго общежительства, и шатание по площади сюда включали. Это решение принял он не потому, что забыл пленеру, но именно потому, что не мог забыть. Мысль его очень скоро остановилась на Даши Дьяковой, что довольно понятно. Незадолго до Рождества она приехала в Петербург с сестрой графиней Стейнбок. Державин по обыкновению, как знакомым дамам, сделал посещение и принят был весьма ласково. На другой день он послал им записочку, которая просилась к себе откушать и дать приказание повару, какие блюда они прикажут для себя изготовить. Симон думал дать разуметь, что делает хозяйкою одну из званых им прекрасных гостей, разумеется, девицу, в которой записка была надписана. Она с улыбкою ответствовала, что обедать они с сестрой будут, а какое кушанье приказать приготовить, в его состоит воля. Обед прошел очень приятно. Через день Державин, зайдя посетить их и нашед случай с одной невестой, говорит, открылся ей в своем намерении. Благоразумная Даша ответила, что принимает он ее себе за честь, но подумает, можно ли решиться в рассуждении прожитка. Она оказалась даже не прочь рассмотреть его приходные и расходные книги, дабы узнать, может ли она содержать дом сообразно с чином или с нами. Книги она продержала у себя две недели, после чего дала волю нежному чувству и объявила свое согласие. Державин стал любезным и исполнительным женихом, к невесте, которую звал то Дашенькой, то Миленой. Ездил он каждодневно, а если не мог, присылал записки. Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева, а в вечеру кое-кто заехали, а между тем признаюсь, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях и прочее. Или другая, посылаю вам, матушка Дарья Алексеевна, ту материю, о которой вам я вчера сговорил. Я не знаю, увижу ли вас сегодня. Или еще самый день Рождества. Поздравляю тебя, милый друг мой, Дашенька, с праздником. Прошу поздравить от меня матушку и всех своих. Извини, что у вас в вечеру не был вчера, не очень что-то был здоров, но сегодня, слава Богу, хоть куды. Поеду во дворец, думаю обедать дома, а на вечер буду к Николаю Александровичу, где и тебя, моя увижу, милая, или надобно к тебе приехать. Уведомь меня, затем так рано к тебе и посылаю, между тем целую тебя обещать. Он старался, но на душе у него было нелегко. Память Плениры тревожила его совесть. Ища себе оправдание, он написал замечательные стихи «Призывание и явление Плениры». Глубокая личная правда здесь выражена сквозь нарядную куплетную форму, подсказанную поэтикой XVIII века. «Приди ко мне, Пленира, в блистание луны, в дыхании зефира, во мраке тишины. Приди в подобье тени, в мечте и в легком сне, и, седши на колени, прижмися к сердцу мне. В движение исчисли, в дыхание измерь, и все мои ты мысли проникни и поверь». Хоть острый серп судьбинный моих не косит дней, но нет уж половины во мне души моей. «Я вижу, ты в тумане течешь ко мне рекой. Пленира» «На диване простерлась надо мной, и легким осязанием уст сладостных твоих, как ветерок дыханием в объятиях своих, меня ты утешаешь и шепчешь нежно вслух. По что так сокрушаешь тебя, мой милый друг? Нельзя смягчить судьбину. Ты сколько слез, Милена? Милена, половина, займи души твоей». 31 января 1795 года Державин взвел новую хозяйку в дом свой. Но воспоминания о пленире не оставляла его. Часто за приятельскими обедами, которые он так любил, Средь шумной беседы или спора, Внезапно Державин задумается и станет чертить вилкою по тарелке драгоценные буквы К, Д. Дарья Алексеевна, заметив это, строгим голосом выведет его из мечтания. «Ганюшка, Ганюшка, что это ты делаешь?» «Так ничего, матушка», — обыкновенно с торопливостью отвечает он, Потирая глаза и лоб, как будто простой. Ганюшка, 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 Ганюшка.